Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня начинается третий тур второго чемпионата, который носит вот это название. Суперлига Старт, третий тур. И с вами, как в большинстве случаев, бывает Юрий Акопов, ваш покорный слуга Григорий Твалтвадзе. Посмотрим, что нас сегодня ожидает. И по расписанию у нас два очень интересных матча. И я думаю, что каждый из них со своей изюминкой. Вот в 20.15 Константин Пучков и Сергей Лютов. Сергей Петухов и Айрат Фатыхов в 21.15. Ну, Юрий Григорьевич, что скажете? Добрый вечер, дорогие телезрители. Что я скажу? По-прежнему у нас тур за туром происходит встреча между шестеркой. Кого-то из шестерки первого сезона и кого-то из шестерки. Между новичками и старичками, да? Вот такое интересное противостояние. Пока точно не в пользу предыдущего состава. Так что по-прежнему болеем за молодых. Так скажем, за молодых участников. Может быть, не очень молодых по возрасту. Вот. Ну и два интересных матча, безусловно. Что первый, что второй. Да. Особенности матча. Ну, давайте сначала таблицу посмотрим. О, вот видите. Вот посмотрите, пожалуйста. Вот один, один единственный, кто пытается в первой пятерке что-то противостоять новичкам. Это Константин Пучков, который сегодня будет играть матч против Сергея Лютова, находящегося на шестой позиции. Василий Чимаханенко. Эмма Авсипян. Айрат Фатыхов сегодня будет также выступать. И будет играть с Сергеем Петуховым. Ну, вот обещал, клятвенно обещал Юрий Акопов, что он прорвется наконец-то в первую восьмерку. Пока он девятый. Ну, вот я каждый раз капаю ему на мозги, что он уже... Ради бога. Что, понимаете ли, уже как-то... Уже неприлично, Юрий Грандович. Вот. Не-не, все нормально. Но обещает, обещает. Посмотрим, что будет в следующий четверг. Я, кроме турнирной таблицы, хочу напомнить вам, как выглядят наши герои. Константин Пучков. Конечно, мы с вами прекрасно знаем. Сейчас появится в кадре Сергей Лютов. Пожаловался он сегодня мне, что в Челябинске такое количество снега выпало, что там... Да, это представитель нашей Челябинской региональной федерации. Что... Непростые, непростые... Я не думаю, что Москва сильно уступает сейчас по количеству снега. Я не думаю. Я уже не стал ничего говорить. Но с учетом того, что нарды это все-таки, как вы понимаете, вид спорта... Всесезонный. Всесезонный, да. И проходит в закрытом помещении. Вот. Редко когда на открытом воздухе. Хотя это тоже прекрасно, это великолепно. Но у нас специфика нашего турнира, она особая. Вот давайте посмотрим на цифры, которые говорят об анализе качества игры Пучкова и Лютова. Ну, здесь в пользу Константина Пучкова. Это действительно, наверное, все-таки более квалифицированный мастер по точности игры. И цифры-то отражают. 7,75 пиар. У Сергея 18. Но это точно не его цифра. Он играет существенно лучше. Матч к матчу еще пока не показатель. Но тем не менее. По удаче тоже Константин лидирует. Посмотрим, как это сегодня сложится. Ну, и остальное, такие цифры, которые, так скажем, уточняющие. То же самое качество игры с шашками. Под семерку у Константина тоже получше. Ну, а то, что касается каких-то особенностей игровых. Вот, допустим, Сергея Лютова. Это я с удовольствием отмечу сейчас. Все-таки Пучкова мы знаем. Отмечу. Сергея Лютова я наблюдал очень часто на различных турнирах. Его игру. И в таком формате, в котором у нас сейчас проходит наш турнир Старт Суперлига. Он очень агрессивно играет, на самом деле. Легко берет тяжелые кубы. Легко в смысле не ошибочно. То есть, скорее готов взять какой-то сложный куб, чем спасать. Поэтому, я думаю, сегодня будет много очков разыграно. Я сейчас наступаю на горло собственной песни и не задаю Юрию Градовичу вопрос. Я уже сделал. Нет, нет, нет. Я сейчас снимаю из себя всякую ответственность. Нет, я просто прогнозировал большое количество очков. Ну, это хорошо. Ладно. Давайте... Перейдем уже ближе к матчу. И давайте переключаться... На студию. Да, на студию. Да. Хозяин площадки сегодня Костя, как вы уже все знаете, в зеленом. И в желтом поле это Сергей Лютов. Ну, прошлый четверг порушил нашу традицию. Забываем уже эту статистику. Да, хотя, ну... Будем наблюдать про себя. Посмотрим, что будет сейчас. То, что касается нашей статистики, о чем мы говорили, да, это, дорогие друзья, первые два очка в пользу зеленых. Не поспорим. Да, но в прошлый четверг этого не случилось. Поэтому, как вы понимаете, ну, это вот сейчас, ну, если хотите, будет ли соблюдена традиция или нет. А пока по поводу игры. Вот Константин избрал в своей излюбленной манере активный дебют. 5-1 не расплетовал сзади, не развинул две шашечки, а сыграл в доме 6-5. Есть такой ход. Это просто, как я говорю, варианты дебютов. Неважно, он чуть-чуть, может быть, не идеален по первой линии. Но мне нравятся такие ходы, которые нацелены на то, чтобы захватить инициативу в дебюте. Что там такое у нас? 4-3. 4-3. Ну, надо расплетовывать. Да, хороший ход. Ну да, попытка напугать перспективой взять пятое поле. Нет, ну мы спустили билдер, там расплетовали, попытка взять пятое поле совершенно верно. Сейчас по нему ударят желтые. Естественно, не дают закрепиться. Борьба пошла за пятое поле. Достаем 3-2. Теперь важно желтым ответный удар. Тройка или единицу желательно бросить. Ну, такое резвое начало. Ну да, активное. В исполнении того и другого. Да, к сожалению, единица с шестеркой. Вот это да, 6-1. Удвоение еще рано. Это просто лишний ход. Это очень полезно. Так скажем, это немножко удача, да, что мы получаем дополнительный ход в дебюте. То есть два хода подряд. Константин думает над удвоением, но его точно еще рановато. Может быть, он тоже сейчас задумался на статистике предыдущих полей. Оба игрока агрессивны. Я это сказал в начале, перед матчем. И сейчас это буду периодически напоминать. Чуть раньше может показывать кубы Константин. Чуть раньше может показывать кубы Сергей. Оба готовы брать тяжелые кубы. Я думаю, очков будет разыгран много. Что нравится в этой позиции Костя? Я сейчас поясню, на чему задумался. Это сдвоенные. Это вот пара в своем доме во втором поле. Немножко несуразно они стоят. Но, тем не менее, это не основание для куба. Вот 4-1. Ну, видимо, 20-е поле надо закрепить и подвинуть 10-9. Других ходов просто не просматривается. И сейчас здесь у желтых масса хороших бросков. А не лучше было 9-е поле закрыть 4-1? Нет, нет, нет. Там надо взять свой 20-й пункт. Ну, я понимаю, там 5-й пункт. У желтых нет полного хода. У них одну шашку зарядить. И это 9-е поле сейчас не под ударом. И следующим ходом, например, вот эти можно взять. Или еще следующие. Ну, 3-1, конечно, мы посвятим пятому пункту, понятно. Желтые, напомню, неудачно зарядились. 2-6. Но зато 5-5 полностью выравнивает. Очень хороший. 5-5. Полностью выравнивает ситуацию. И уже теперь понятно, что передача куба оппоненту была ошибкой. Теперь с небольшим преимуществом в виде владения куба уже играют желтые. Ну и погонки так визуально не очень... А так есть. Вот цифры мы видим. 136-139. После хода стал 128-129. Но кидает Сергей Леутов. Так что гонка равная. Холдинг-гейм. Мы это уже знаем. Да? Вот рисунок партии. Два пункта взяли... По пункту взяли каждый из игроков. 20-й у Константина. И 18-й у Сергея желтыми. Ну идея какая за оба цвета? Одинаковая. Ждем дупля. 5-5. Идеально за оба цвета. Зеленым еще и 6-6 хорошо подходит. 4-4 тоже за оба цвета. А до того момента просто играем всеми остальными фишками и строим дом. Вот такая логика игры в ближайшие 2-3-4 хода. 6-1 по-моему у зеленых задумался. Константин разбирает 9-й пункт. Другого нет. Нет, был еще вариант побега. Можно было рассмотреть. Но считает, что все-таки рановато. И наверное правильно. Так. Долго думал над ходом 2-1. Еще раз придется что-то разбирать. 5-4. 6-5. 6-5? Да. Либо разбирать 8-й пункт, 2 шашки, строить дом. Я за этот пункт. Пока мидл-поинт достаточно важный. Почему он важный в данном случае? Не в смысле как опора, а как пункт, который давит на соответствующий 13-й пункт желтых. Чтобы желтым там не могли разбирать. Да, вот этот ход хороший, Костя, выбирает. Потому что удар единицы, и там 2 шашки расплетовываются, и будет возможен обратный удар. Вот сейчас единица, по-моему, там пришла, я вижу. 1-5. Если мы бьем единицу, то пятерку где играть? Ну, наверное, в доме. В доме, конечно, закрывать. Да, в доме закрывать. Ну, и вот получаются обратные удары в виде шестерок-пятерок. А где еще? Опять 1 разобрать 8-й пункт, может быть. Если не бить. Да. Молодец, Сергей. Играет смело, в присущем манере, и это точный ход. Не попадает. Более того, танцует. И вот теперь преимущество Куба очень важно становится для Сергея. Ну, просто прячем шашку. 17-13. Да, пора, пора заряжаться. Костя, иначе надо сдерживать. Вот, есть троечка. Наверное, не стоит ее двигать, надо стоять подальше. Надо переиграть в доме либо 5-4, либо 3-2. Мне больше нравится 5-4, поскольку 8 очков с 13-го поля легче кидать, чем 9. При случае потом брать этот пункт. И ни в коем случае не двигаем дальнюю шашку. Вот, потому что она стоит максимально. Чем дальше она стоит, как сторожок, тем лучше. Так, теперь есть проблемные броски. Один из них. Вот 6-1 не прячется. Шашка, видимо, ей надо сыграть до конца. Другого варианта нет. Есть, конечно, вариант еще с 13-го спустить шестерку. И здесь подвинуть единичку. Надо посчитать количество ударов. Если пойдут до конца, то, во-первых, если в них не попадут, то потом уже эта шашка точно прячется. Это первый плюс этого хода. И ударов сколько? 11 шестерок мы знаем. И 4-2, и 5-1. 15 ударов. Мимо. Мимо, да, не попал. Ну, тут уже приходится спускать обе шашки. Уже нет шашек на игре, кроме как в 13-м поле. Придется его разбирать. И дальше желтые серьезно задумаются над редаблом. Над переворотом куба на 4. Поскольку погонки они впереди. Единственное, что четвертый, вот это вот шашечка одиночная зеленых, это очевидно, ходит. Вот сейчас желтые задумываются. Не стали задумываться. Нет, не стали. Нет, может быть, задумывались, но не стали. Может быть, Сергей думал в то время, пока думал Константин. Да, да. Очень хороший девятый пункт блокадный. 6-6 было бы идеально, если бы не взяли девятый пункт. Сейчас точно разбирается вот этот пункт. И его надо там оставить, наверное, чтобы какое-то давление. Хотя компьютер показывает, что лучший ход был чуть другой. Ну, вот напрашивающийся ход человеческий. Оставить там две шашки, чтобы как-то давить на 13-й пункт. Я думаю, что Константин там оставил эти две шашки в расчете на то, что тут каким-то образом вот эта вот убитая сейчас шашка могла бы там подскочить. Так, ну и Денис Ильич очевидная. 3-2. Чуть-чуть посильнее стал дом, уже пятипойнтовым. Очень важно, два крупных номера есть. Разбираем 13-й пункт. Поскольку пока можно не читать, визуально видно, что желтые впереди. Впереди не на ножку, но должны быть впереди. Да, ну не на много, кстати, на 7 очков. Вот тут вот к нам пришел запрос. Вы обещали рассказать про то, как считать шаги. Давайте. Давайте пока сейчас не... Самым простым способом. Сейчас не самая сложная позиция. Желтые будут... Сейчас я чуть-чуть прокомментирую остаточек, да? Желтые будут стараться аккуратно зайти в дом, а еще лучше с ударом. А зеленые будут контролировать гонку, поскольку они чуть-чуть сзади. Теперь, что значит сзади и как считать гонку. Посмотрите на любой дом. Давайте все вместе посмотрим на дом зеленых. Шашка, которая в первом поле, их там две в доме зеленых. Сколько очков надо, чтобы выбросить? Единицу, правильно? Значит, две шашки, это два очка. Шашки, которые во втором поле в доме, два очка надо бросить, да? Чтобы выйти из игры и так далее. Соответственно, каждое поле имеет номер. Самое крайнее левое поле в доме шестой пункт. Потому и шестой, что надо бросить шесть очков. А дальше двигаемся влево. Седьмой пункт, восьмой, девятый, десятый и по всему кругу. Самое дальнее поле, это стартовая позиция, в которой две шашки вдалеке стоят у зеленых, в правом углу дальнем. Это 24 очка. И вот сейчас на моменте мы почитаем все шашки, каким полям соответствуют, сложим. Это и будет та дистанция. Вот после этого хода у зеленых должно быть 56 очков. Я просто быстро, это такая несложная конструкция, 56 очков. Так и есть. А у желтых 63. Это столько очков надо накидать на зарах, чтобы выбросить все шашки. Но, тем не менее, пока вот этот вот был комментарий, зеленые восстановили свое преимущество в позиции в этой партии тем, что обогнали в гонке желтых. И даже чуть лучше конструкция в доме для выброса позволяет им надеяться, что все-таки два очка они заберут. До переворота клуба уже дело не дошло, если только 6-6 какой-то прилетит за Сергея Лютова. Ну, я надеюсь, дорогие друзья, вы уяснили, как надо считать. Ну, как мог. Как говорится, я объяснил. Я думаю, те, кто внимательно слушал, должны были понять. Я слушал очень внимательно, но я все равно ни черта не понял. Ну, извините. Ну, просто у меня склад ума такой, совершенно не математический. Ну, что делать? Так, пока выбрасывают зеленые хорошо, несмотря на две дырочки в первом и третьем поле. Ну, вот поля же мы называем первое, третье, шестерее. Ну, это понятно. Это и есть номер поля, то количество очков или шагов, которые... Это слишком для меня сложно. Ну, что сложно, то есть я прям совсем простым языком говорю. Шестое поле означает, что шашки, стоящие в шестом поле, требуются 6 очков для выброса. Вот туда сейчас смотрим. 2-0 зеленые. Да, я понимаю, к чему ведете. 2-0 зеленые. 2-0 зеленые. А вот что будет дальше, мы посмотрим. Пока достаточно быстро, два очка разыграли. Это к тому, что очки будут разыгрываться. Да, надо перезапустить часы. Напомню еще раз, на каждый гейм каждому игроку отводится по 3 минуты своего персонального времени на обдумывание своих ходов. И еще по 12 секунд, или по 13 секунд на дополнительное обдумывание каждого хода. 4-3 не бьется ничто, неудачный бросок. Хороший ход. Дуплицируем двойки, шестерки. 3-3 шикарно, не может быть плохим никакой дупль. Ну, видимо... Ну, закрыть надо, конечно, седьмое поле. Да, взять 18-й пункт и спустить две шашки с 13-го. То есть максимальное количество пунктов в дебюте. К чему мы стремимся? Мы уже потихонечку вспоминаем теоретически, так скажем, некоторые аспекты дебютов. Надо постараться взять в своем доме или в доме оппонента 5-е, 4-е или 7-е поле. Какие еще критерии? Попал. Попал, да. Какие еще критерии? Любой пункт на доске хорошо. Какие критерии в дебюте? Желательно пробивать всегда свободные шашки оппонента, чтобы возвращать его назад. Это перевес в гонке. И мы получаем. И развитие шашек. Так, 4-3. Можно пробежать всю дорогу, зарядиться и пробежать всю дорогу. Поскольку там, если мы останемся, нет хорошего. Четверку зарядимся, тройки нет хорошей. Тройку зарядимся, четверки нет хорошей. Видимо, надо сыграть полностью весь ход. Ну да, на седьмое поле. Седьмое, а для зеленых он 18. Ну да, понятно. Но я к тому, что не все телезрители понимают, какие мы номера называем. С точки зрения зеленых, которые бегут издалека, еще раз как раз вспомним эту цифру. 24-е поле, это самое крайнее угловое верхнеправое. Соответственно, чем ближе к дому, тем уменьшается количество очков, которые надо добежать до дома и выбросить. Вот то поле, куда сейчас поставил Константин свою шашку, соответственно, 18-е. Ну, для меня просто 24 в два раза больше, чем 12, поэтому мне проще вот так вот. Я же сказал, у меня математические проблемы. Очень хороший 5-2, это Джокер, две шашки Константин поднял на борт. Или на бар. И очень хороший 5-5, сразу две шашки заряжаем и две играем. Можно вот по одну спустить 13-8, просится. Вот такой, естественно, не хочется разбирать восьмой пункт. 6-3, вот. А, я хотел сказать, пятый пункт взять, это по привычке, но он уже занят желтыми. Он уже занят желтыми. Как ни странно, может быть, эта шашка до конца имеет смысл сыграть, потому что все остальное стоит очень хорошо. И 13-й пункт некуда разбирать. По два удара шестерку подставлять, просто нет необходимости. До конца, да. Другого там и не смотрелось. Шесть-три. Ну, тут побег не нужен, да? Сейчас я поясню, почему. Желтые сзади. Желтые сзади и ненамного, но сзади. Лучше там постоять. Ничего той шашке не угрожает. Она в любой момент может пуститься в путь, который сейчас отправил ее Сережа Людов. Так, а вот сейчас... Сейчас очень хочется ее ударить. Очень хочется ее ударить, но две голые шашки. Если мы ее ударим как пункт, возьмем 13-7, 8-7, то двойки единицы хорошие, а у желтых уже более-менее дом приличный, трехпойнтовый. Можно сыграть 8-2 и 6-5. А, 6-5 не можно. Там же поле стоит. Ну, наверное, 8-1, как ни странно, такой ход корявый. Ничего не бьем, просто двигаемся. Раз мы впереди, нам контакты не нужны. Я думаю, Костя найдет этот ход. Он ему покажется странным, но поймет, что, наверное, все остальное просто хуже. У нас, получается, под двумя ударами окажется любая какая-то из шашек зеленых. Будет два удара. Я думал, что он... Да, вот нашел этот ход. Я думал, что он пробег. Нет, он идет из понимания позиции. Зеленый впереди, нам взаимные удары, контакты не нужны. Мы оставляем себя впереди по гонке и просто продолжаем бежать. 6-4 разбираем 10-й пункт. То же самое, чтобы ничего не подставляемся. А на что надеется зеленый? Да ни на что. Зеленый надеется на дуполь. На это все надеются? Да, но я имею в виду, у них позиция, у них темпов чуть-чуть, они впереди. И поэтому нет лишних шашек на доске, чем переигрывать. Ну вот 6-2. А сейчас, видимо, восьмой пункт разбирать приходится. Да, неказистая позиция. Особенно перегруз, перегруз, перегруз. Перегруз шестого поля. Ну вот сейчас либо дуплем, либо что-то один номер дать. Ну вот 6-3, единственный ход. 13-4, он очевидный. Даем единичку и 8 очков в наборе. Ну зато хоть дом немножечко построили зеленый, немножечко. Удвоение рядом, потому что совсем не факт попасть. Хотя желтые понимают, что если сейчас не попадут, зеленые потом еще будут открываться. Но именно на это рассчитывает Сергей, что, во-первых, даже если я не попаду, у зеленых очень много потом еще будут открытых шашек. Вот сейчас второй пункт, подготавливаем дом. Но дело в том, почему нету все-таки дабло. Дело в том, что если бы сейчас зеленые, желтые не попали, то у них у самих запас-то не так много, чем ходить. Вот какая красота. Ну, хотя бы уменьшаем количество ударов. Уменьшаем количество ударов. Я бы взял с 13-го поля шашку, стал двигать вперед. Костя играет более точнее. Ну вот 6-2, как раз тот самый еще дополнительный броски, который подставили под удар. Вот мне не понравился этот ход, который выбрал Константин. Вот это очень хорошая четверка. Взяли второй пункт. У Кости теперь уже четырехпойнтовый дом, уже неплохой. И какие-то удары появляются. Вот 6-6. Вот 6-6 долгожданный. Я сразу смотрю, прячешь или две голые шашки? Прячешься. Очень хороший 6-6. Очевидная игра, примитивная, но полезная. У Константина телефон. Сейчас он его уберет. Он по-прежнему еще едет к нам. По-прежнему в дороге на сегодняшний матч. Пошел полет. Перевел в режим полета, правильно. Так, 3-4. Проверил ход, который сыграл Сережа. Он был простой. Вот сейчас шестерка крайне важна. Потому что желтая, вот эта зеленая шашечка, там в данном случае не совсем сторожок. Она находится под какими-то еще отдельными складными ударами. Их не так мало. 5-4, 5-1, 4-1. 1-1. Конечно, хотелось бы Костю вывести. И просто перейти в противостояние 13-4-2 не то. Нет, не хватает. Более того, есть безопасный ход. Есть безопасный ход. Но вот 8-4, 6-4 очень сильно. Потому что даже если желтые будут сбиты, у зеленых два поля, куда можно заряжаться в доме. При этом еще голая шашечка, которая закрывается той же единицей, которой мы бьем дуплицирование. Ну вот 5-3. Приходится разбирать шестой пункт. Нельзя ни в коем случае расщеплять восемнадцатый. Все с шестого. Да, и вот сейчас уже полегче. Желтым чуть стало. Они могут атаковать уже легко в первом поле, что они и делают. Очень ответственный момент за бросок единицу. Не, не, нет. Надо прятать шашку. Потому что если зеленые попадут и желтые протанцуют, еще одна зависнет. Ну сейчас уже марсы забрежали. Если будет четверка. А четверки нет. А четверки нет. Ну вот теперь надо расщепить. Или рассыпить в пятом поле две шашки. Пять-два или пять-четыре, пять-три. Это в одной цене ходы. Еще одна попытка уйти из-под возможных марсов мимо. Ну теперь уже больше бросков, больше двадцати. Оп, НИП не закрывается. Вынужден играть 6-1. Последний шанс в лучшей редакции для Константина. Когда еще одна желтая шашка голая. Ух ты, чуть не 1-6. Ну теперь уже все. Финита ля комедия с точки зрения закрытого дома. Да, пассат или отъезд. Да, и борьба только за выяснение марс-не марс. 6-2 идеально. Нет плохих бросков у желтых, да? Откуда же им взяться? 3-2, ничего не выбрасывается. Надо переиграть из шестого и из пятого, чтобы сзади был чет. Да, мы это помним. На выбросе надо поддерживать крайний ряд четным. А еще лучше два последних ряда четными. Две шашки выбросили, не открыв дом. 6-1 самый неприятный для желтых, поскольку как раз нечет. Да, как раз нечет появляется. И уже порядка пяти бросков плохих. 6-5 и три дупля. Четыре дупля. 6-6. 5-5. Три дупля. 4-4. Пока без болезни. Четверка нужна кости. Шестерка хуже, чем четверка, но уже побежали от марса. Очень близкие марсы, я так скажу. Нужно шестерки минимум два раза кости кинуть. Ну, единицы не подмога в данном случае. Точно. Абсолютно. 2-4. Неудачно. Пропускает. Пропускает. И вышел. То есть этот бросок в колостую провел Сергей. Ему по-прежнему нужно раз, два, три, пять бросков без дуплей. Опять единица. Ну, здесь единицы, что они есть, что их нету. За четыре броска надо сейчас выбросить. Это все. Это уже побег от марса, по сути. Одна шашка в доме и одна в ближайшей секции. Только если два дупля сейчас кинут желтые. А там будет 2-1. А там будет 2-1, 3-1, 3-2, 1-1. Да. Нет, марса 2-2. В каждой партии мы разыгрываем по два очка в этом коллективе. Да. Хорошо. Сейчас у нас будет небольшая пауза. Что-то не так? Ну, как, конечно, не так. А что не так? Ничего навигаторы оставлять включенными. Нет, я думаю, в чем-то другом причина. Нет, абсолютно. Сейчас последует воспитательная беседа с Константином. Ну, тогда это правильно. Изымут его телефон. Тогда это правильно. Мы об этом знаем, об этом все предупреждены. Конечно. Пользуясь такой минуткой в строгом, как говорится, формате соблюдения правил, особенно таких в весомых солидных турнирах, гаджеты не должны находиться рядом с игровой доской, за столом. Они исключены из предметов окружающих игров. Как бывает не только на таких турнирах. Я вот, например, видел ситуацию, когда наша Мадина Таймазова, дзюдоистка, очень известная, призер Олимпийских игр, вышла на татами и вдруг у нее из пояса вывалился телефон. И тут же мгновенно она получила дисквалификацию. Ничего удивительного. Мгновенно. И это был, кстати, не единственный случай. Ну, не с ней, а конкретно. И связано это с тем, что вот эта вот дурная привычка на сегодняшний день слушать музыку, а телефон при этом держать куда-нибудь, засунуть в прическу, в пояс, в оке. Ну, вот и забыла. Это правило, естественно. Несет определенный резон, что неизвестно, что слушает игрок, музыку или что-то иное. Да. Так, но тем не менее, 4-4, очень джокерный бросок. Берем два поля с ударом, поднимаем шашку на борт. А так у желтого было все хорошо. Костя не применул. Естественно. Не применул. Я бы сразу сдался. Да, что и делает Сергей. У зеленых нет проблем в развитии. Желтые могут протанцевать, эту шашку могут добивать. Это дабл пасс. 3-2. Быстренько. Кто чей бросок первый? Как это было? Был такой шикарный фильм. Костя все дебюты выбирает очень агрессивно. В котором играл Виктор Сухоруков. Там, господи, когда про колонию, там еще что-то, как поезд ездил по кругу. Хорошая комедия была. Там была такая замечательная фраза одного генерала. О, молодец. Молодцы. Быстренько ожеребились. Генерал-кавалерист. Не помню, как фильм называется. Так, что мы имеем по дебюту? Дебюты 6-1. Зеленые взяли седьмой, шестой, пятый пункт. Имеем у желтых только с шестой, пятой. А вот и очень полезный четвертый. Домик-то очень хороший сейчас уже намечается у желтых. И у желтых одна шашка. У зеленых две. Приблизительно равные шансы. Да, наверное, надо делать четырехпойнтовый прайм уже. Но одна шашка, не две. Можно убежать. 6-5 неудачно. Приходится две спускать. Попытки построить пятипойнтовым прайм. Очень важна шестерка. Без шестерки может последовать и дабл. 5-2 хорошо тем, что берем четвертый пункт и сами строим. Но у желтых гораздо больше тайминг. Вопрос, есть ли здесь дабл. Я бы поставил дабл. Ну, кстати, был бы неправ. Почему? Ну, неправ, потому что где-то порядка сорока процентов бросков, что я не закрою этот седьмой пункт. А без него мой дабл... Вот, пожалуйста, один из них. После взятия уже понадежнее был бы дабл. Но я старался блиц ответить, да. Так, 6-3. Вот это уже можно делать побег. Иначе потом можно не дождаться шестерки и все ломать. Пока в два поля я заряжаюсь, бежать надо прямо сейчас. И очень важная шашка в одиннадцатом поле зеленых. Она как полезный материал для строительства. Не надо ею никуда двигаться. 4-1 удачно. А просто надо лебить. Мне нравится этот ход. Мне этот ход нравится. Я бы закрывал. Вот сейчас дабл. Вот сейчас может быть дабл. Хотя нет, тут я тороплюсь с анализом. Рановато. Все-таки не важно, что шашка под боем. Надо ту еще закрыть. Иначе если ее побьют, она попадет в тюрьму. Сюда вот, да, под зеленых. И может быть еще одну спустить шашку имеет смысл. Потому что сейчас задача взять седьмой пункт. Даже если нас побьют в первом, задача взять максимальное количество билдеров. Четверка очень хорошая. Двойка само собой. Что мы спрятали все голые шашки. Борьба продолжается. Ответственный момент. Будут ли удары? Три-три. Наверное, будут. Из пять во второй обязательно. Да, вот сейчас еще один билдер, нападающий на пятое поле. Спускаем. Тринадцать-десять. И сейчас очень важно зеленым кинуть пятерку. Любую. Три-одвин. Вот здесь я бы единичку подвинул обязательно в двадцать четвертого, в двадцать третье. Чтобы в восьмое поле не могло зеленых играть. Так тоже хорошо. Нет открытых шашек, нет обратного удара никакого. А так было пять-два. Ничего, к сожалению, не удается добавить. Приходится занести в дом или сыграть широко. Да, иначе уже мы можем застрять. Ответственный момент последний. Мимо. И вот сейчас я бы подумал над даблом. Хотя там одна шашка, запаса мало. Но очень хочется напугать. Но не напугали бы Константина ни в коем случае. Раз все играется. И есть в запасе две пятерки или четверки на поиск двойки. Я думаю, понятно, что я сейчас сказал. Желтые ищут двойку. На это время у них есть пару ходов. Первый ход. Второй ход. Но это не ход, пропуск. Это лучше, чем без двойки. А Костя тем временем мог бы накинуть уже и пятерку. Уже достаточно много он кидает. Вот двойка спасительная. Теперь появились шестерки. Очень важно заряжаться сейчас. Нет, никак не удается Пучкову. Надо ли здесь удваивать? Очень сильный куб мы отдадим. Если мы сейчас не бросим шестерку, очевидно, дом сломается. Поэтому удвоения нет. Вот как сейчас. Сейчас уже фаворит. 55% заряжаться в два поля, мы помним. Поэтому Костя фаворит зарядиться. Но хотя бы зарядился. 6-3 было бы лучше. 5-3. Ну и 6-4. Двойку другой нет. Надеюсь, что желтые не кинут шестерку. Из больших полей мы протокуем в эту шашку обязательно. Так, а там 6-2 у нас, да? Ну вот двойку здесь надо сыграть. Да, рассчитываем, что не будет шестерки. Вот ее нету. Обратного куба еще рано. Ни в коем случае. А, там 4-1. Что-то у меня сегодня со зрением. Костя решил поставить. И он прав, кстати. Удивительно. Я бы принял, наверное. Я бы дважды ошибся в таком блиц. Анализ ошибся дважды. Я говорю, очень агрессивно играет. И правильно. И правильно. 4-2. Еще одна очковка. Опилку зеленых. Кстати, посмотрим на пиар. По-моему, неплохой должен быть пиар. Позиции я бы не сказал. Там какие-то сложные или легкие. Очень много ходов форсированных. А вот с кубом, да. Я бы, например, уже ошибся точно. Надо перезавести по 3 минуты заново. Ближе к середине доски. Надо, чтобы часы были хорошо видны зрителям. Шесть мы бьем. И два либо спускаем, либо расплетовываем. Это практически в одной цене. Костя атакующий. Все шашки в бою. Он себе не изменяет в дебютах. 3-3. Очень важно. Бьем, закрываем. Десятый пункт. Небольшой перевес у желтых появился. Будет ли обратный удар? Посмотрим. Четверки, единицы, шестерки. 5-5. Но бьем в третьем поле. Бьем в третьем поле. И 13-8. Простой ход. Да, что там с пиаром? Сейчас на следующем ходу, я думаю, мы сможем увидеть. 3-48 и 3-50. Очень хороший пиар показывает, ребята. Практически одинаковый. 5-6. Отличный еще один обратный удар. Да, прекрасно. Что там? Где там застряло? Бывает. Зарика. Очень нечасто оно бывает. Ну, теперь обратных ударов нету. Но 5 мы заряжаемся. И троечку, наверное, 8-5 я бы играл. Строим дом. А почему не с первого поля на четвертое? С какого первого? А с дальнего? Вот там, с дальнего. Ну, хоть сейчас дом построить. Потому что сейчас вся сила зеленых при защите, это в сильном доме. Я бы строил дом 8-5. Потому что там еще так шашки стоят зеленого кладом. Очень куца. Только в восьмом и шестом поле их надо использовать как билдера. Вот эту тройку идеально использовать как полувзятый пятый пункт. А там все хорошо стоит. Шикарно. На половину взятый. Полувзятый пятый пункт. На половину взятый. Десять. Ну, вот сейчас уже тройки-единицы дают этот пункт. А там 24-е поле мы не торопимся разбирать. Вот, пожалуйста, взяли. Пятый пункт. Вот теперь вопрос. С 24-го двигать как пункт готовый или пробежаться дальше? Не устоят там эти два поля. Вот если мы сейчас сыграем 24-21, две шашки, да, возьмем два пункта. Это хорошо. Но если бы у нас были еще игровые шашки в поле, то есть там не устоят эти два пункта. Не устоят. Поэтому лучше стоять в пятом и побежать спокойненько вперед. Весь дом желтых пустой. Меня вот этот ход удивил, честно говоря, вот сейчас. Бежать одной шашкой? Да. А не двумя там, да? Потому что не устоят эти два пункта. Мы все равно их будем разбирать. И, скорее всего, уже в другой редакции, не самой благоприятной, которая сейчас. Я бы с первого поля на седьмое перенес две шашки. Ну, на седьмое не хватит. Нам три тройки играть осталось. А зачем он вот сейчас закрывал? Ну, пятый пункт. Мы его не можем не взять. В этом идея. И я поясню. Смотрите, в чем интересная позиция. Сейчас очень быстренько дам вам хороший точный анализ. Первое. Зеленые сзади. Прилично. Сзади там сколько? 26 очков. Очень точное решение. План на игру правильный. Зеленая задняя шашка нужна. Контроль входа в дом, чтобы он не был безрисковым для желтых. Зеленая шашка, которая выдвинулась, не боится, что ее побьют. Потому что будут возникать в большинстве случаев обратные удары. И все под контролем вся доска. И при этом мы взяли еще пятый пункт. Сейчас можно даже оставить ту шашку, разбирать тринадцатый. В нем нет силы особой. План на игру. 6-4 было, да? Да, да. Желтые нужны очень хорошие броски, желательно четные. Два номера. Вот как сейчас, чтобы брать поля в доме. Да, так удачно. Вот теперь понимаем, да, смысл шашки в 24 поле, что мы ее оставили. Она по-прежнему, мы же сзади, нам нужен контакт. Она выполняет функцию, как мы говорим, старожок такой, да? Увеличивает шансы на контакт. А зеленые продолжают, насколько им позволяет эта Зарики, быстренько строить дом. Это Джокер. Точно Джокер. Не может быть плохим такой бросок. Я думаю, Сергей сыграет с десятого во второй. Две шашки не захочет подставляться нигде. Ну, с десятого во второй. Да, два и два. Может быть. А может быть вот так вот два. Это и есть. И с тринадцатого поля. Это таран это подставится. Я не думаю, что Сережа здесь найдет этот ход, не в обиду ему. Мне кажется, он сыграет с десятого в шестой. Хотя точнее, как вы говорите, с тринадцатого в девятый. Такой небольшой прайминг. Приближаться к дому. Все равно желтые быстрее приближаются к дому. Это лучшая редакция приближения. Потом все равно, скорее всего, желтые откроются. Но хочется еще и потерпеть. Надеюсь, на дуполь. Еще третий шашка с тринадцатого поля как-то сыграет. И вполне возможно, Сережа выберет вариант 10-6, как я думаю. Но если он сыграет 13-9, это только честь и хвала. Две четверки надо найти. Еще есть вариант 1 шашку с тринадцатого поля спустить. Молодец, Сережа. Молодец. Молодец. Ну что, единицы, 6-2, 6-6. Ни того, ни другого, ни третьего. Продолжаем строить дом. Где-то рядом уже и дабл. Хотя шашка в первом поле, это как косточка в горле у желтых. Но до бесконечности так играть нельзя. Когда-то должен появиться дабл. 1-1. Мы не спрячем шашку, но бьем. И бьем почему хорошо? Мы выдавливаем из первого поля эту шашку. Возможно, она зарядится в пятый, и все проблемы пропадут. Она зарядилась в пятый. Вот теперь точно дабл. И шестерки-то приходится ей же играть. Другой шестерки нет просто. Не, она есть, но еще хуже. Но кошмарная. Вот тут уже нельзя не показать дабл. Я не уверен, есть ли здесь тейк у зеленых. Видите, до этого не было даже дабл, а сейчас уже дабл с пасом сразу. Очевидный дабл. 4-3. И Константин никуда здесь не пойдет. Безусловно, это легкий пас. Какие опасения здесь могут быть у желтых? Еще раз 1-1 бросить? Нет плохих бросков, кроме 1-1 на самом деле. Просто нет ни одного броска плохого, кроме 1-1. 5-5 я смотрю там. Да, ну что нет плохого? А вот это для меня загадка. Это Костя свое включает в видение вот эти вот тяжелые кубы взять. Какие-то расчеты на что-то. Не знаю на что. Но это его личное дело. Мне не нравится этот тейк. Я его не могу обосновать просто. А, не стал бить. А зачем? Нет, ну я просто говорю. Тогда шашка останется под боем. Ну понятно, да. Вот поэтому не стал. Марсов-то все равно не будет. Зачем нам бить, чтобы у зеленых появились шансы бить в ответ? Желтые хотят без ударов, без удара зайти в дом и выбросить все шашки раньше зеленых. Поскольку они впереди. Это их план на игру очень понятный. Планы на игру у зеленых. Дождаться этого шанса, что желтый что-то нескладно бросит. Ну какие проблемы у желтых? Разгрузить 10-й пункт, потом 9-й. Вот 10-й не удается. Ну разгружаем 9-й. Вот теперь уже чуть сложнее. Стало желтым. Видимо на это была расчет у Константина. Но очень маловероятный. Но тем не менее имеет шансы. Костя, собственно говоря, поэтому этот куб и видит. Тейк вот в таких шансах. Вот 1-1 исчезает. Снова эти шансы. Снова нету дырок между зелеными и желтыми шашками. Нету дырок, я имею ввиду, полей-пробелов, да? Ну что 3-2? Заносим в дом. Ну конечно. Заносим в дом. Ну понимает Костя, что заносит в дом. Он думает 2 или 1. Без стройки хорошо и стройка терпима. 6-1, это хорошо. А разница в гонке очень большая. Я не уверен, что Костя ее считал. Если бы он увидел порядка 30 очков разницы, а так оно и есть. Тейка там не могло быть в расчете только на контакт. Ну 4-2 без проблем. Из четверки в двойку. Нельзя ставить 3 шашки в шестом поле, потому что 6-6 сразу плохое и 5-5. 5-4 бежим одной шашкой. Вариантов нет. Двумя бежать это мы очень сильно отстаем. Отдом порубить. Нет, а тогда не имеет смысла ждать удара. Все потеряется. Мы одновременно еще стараемся как-то оставить теоретические шансы на гонку. В том числе не тоже не запрещают деленным кинуть 6-6, 5-5 и план Б. Костя решил сразу перейти в план Б. Хотя, ну собственно говоря, его соображение для побега двумя следующее. А что мы ждем там? Только одного броска 6-2. Гораздо больше ударов на проходе. Поэтому давайте побежим сразу. Тоже резонно. Ну желтые прилично, конечно, опережают. 73-57 это сколько? 16 очков, да? Ну что, 4 заносим, 1 выбрасываем. Не надо заносить на шестое поле. Если можно занести на подальше, заносим. Выбрасываем более маленькие очки. Это тоже нормально, потому что нам нужно выбрасывать все, что в 6-5-4 потом в оставшейся части партии. 5-1 самый неудачный, наверное. Да. Может этот ход стать спасительным для Пучкова. Ну помогающим, скажем так. Да, ну, наверное, уже на 1 только 6-6 отстает Константин. Опять плохая единица. Даже без ударов, на что рассчитывал Константин, партия еще дышит за зеленый цвет. Хотя перегружен у Кости 6-й, 5-й и 4-й. Пункт прилично сзади. Наверное, все-таки на 2 дупля Константин сзади. Близко к дуплю пятому или четвертому. Штанга, как мы говорим, 5-4, но не дупль. У Сережи все хорошо, кроме единицы. А еще и 2-1. Опять плохо. 3-2 тут думать не надо. Это погоревшая шашка. 3-2 надо было сыграть. 4-3. Пока две шашки выбрасывают Кости. Но это не шестерки, не пятерки. Я уж никак не думаю. Опять 1-1. 3-2 надо сыграть. Ну, может быть, 5-4 сейчас, наверное, точнее даже. Ну, вот и Костя начинает, говоря термином его любимого вида спорта бега, про скачки такие делает. 6-4 здорово. Ну, 6-6, наверное, выигрывает за зеленых. Одного дупля хватает. 3-1 не годится. Это нехороший бросок. Желтые могут позволить и одну единицу. Ни на что не влияет. Они себе ее не позволили. Теперь даже после 6-6 Костя не фаворит. Даже после 6-6 Костя не фаворит. Но если сейчас две шашки уйдут, то стоп-игра. Стоп-игра. Да. Ну что же. 4-4. В любом случае напряжение до последнего броска. Было, да. Вот этот Костин тейк. Чуть-чуть, скажем так. Ну, не чуть-чуть, а мог бы оправдаться. Но все-таки так. Но ни одного дупля не получилось. Поэтому, наверное... Ну, и желтые ни одного дупля не бросили. Это же взаимный шанс. Ну, у желтых-то было преимущество. Поэтому дупль был гораздо более важен для Пучкова, для зеленых. Да. И я думаю, что... Опять у них как-то часы стоят. Я не вижу. 20 минут осталось. Константин, как раз на это, уповал. В таких случаях ни в коем случае не бьем первую шашку. Мы боремся за пятый пункт. Это бессмысленный удар в первое поле. Любые шестерки за желтых плохие. В данном случае нет шестерки, а хорошие 3-4. Ответ на удары четверки, тройки, единицы на выбор. 4 заряжаемся, 1 бьем. Тут пока все просто. А вот, оказывается, это не так все просто. Можно было девятый пункт. Я успеваю посмотреть, программка показывает. Хотя мне нравится ход Кости. Все-таки мы играем атакующую игру в дебюте. 6-4. Вот это плохо. Не удается взять пятый пункт, за что боролись. Ну, 24-18 получается. 1-13-7. Тоже идейный ход. Тоже идейный ход. Вот это сложные позиции. За зеленых. У желтых не так все сложно. А у зеленых тяжело находить каждый раз лучших. 5 надо играть, да? Ну, есть же, наверное. Хотя в одиннадцатом поле спустить тоже было хорошо. Главное, сейчас нельзя давать шестерки. В дебюте тоже надо, я напоминаю, такое интересное для вас соображение. Правило, желательно контролировать доску, позицию так, чтобы сюда было где сыграть шестерку. И наоборот, чтобы у оппонента не было хорошей шестерки. 6-6. Вопрос, пробивать ли по двум шашкам. Я думаю, тот самый случай, когда надо пробить по двум две шашки, чтобы не закрепились зеленые в первом поле. И хороший полный темп или полтора темпа впереди у желтых. Смотря, что сейчас бросит зеленые. Это хороший ход, наверняка лучший. Что кидают? Желтые, зеленые. Только один ход получили. Желтые, но тоже неплохо. Кут состоят шашки в восьмом и в шестом поле у желтых. Но, как говорится, что есть, то есть. Не самый удачный бросок, чтобы распорядиться шашками, отставшими двумя в какой-то более удачный пункт. А что там? 3-2. Почему на тринадцатом поле не сыграть? Можно. Я говорю, могло бы быть что-то лучше. Типа 6-5, 5-4, какой-то пункт взять еще. Вот Сережа не нравится вот эта вот такая скучная игра. Решил что-то оживить ударами, разнообразить игру. То есть расширить, как говорится, фронт боевых действий в борьбе за очередные взятые поля. Пока удачно получается. Пятерки, тройки хорошие. Тройка есть хорошая. И шестерка может продолжить атаковать. У зеленых нет дома. Да, он это и собирается делать. Можно было бежать. Вот и все. Зеленые, наконец, встали в 5-4. В отличие от предыдущей партии, эти два пункта точно не будут разобраны до того момента, пока желтые начнут заходить. К тому моменту, когда желтые начнут заходить дома. Достаточно шашек на игру у зеленых, так, чтобы надолго сохранить шашки в 5-4 поле. 3-3 шикарно из-за желтых. Максимально удачно можем приближаться к дому. Вот сейчас точно так же, как и в прошлой партии, надо ставить одну шашку в 13-ом поле. Тут не надо бояться, да, у зеленых, потому что нет дома. И 16-13 надо сыграть. Приближаемся к дому. Другой тройки нет хорошей. Да, не страшно, что нас побьют. Лучше бы, конечно, не ударили, но не страшно. У зеленых совсем нет дома. Тем более не попали. Вот зеленым надо тащить дальнюю шашку. Как вспомогательный материал, там хватает 2-2 достаточно. Костя строит дом, но не в том месте. Я бы сейчас и не оставил материала на взятие еще раз 3-3. Почему с четвертого поля он не сыграл? Не знаю. Ну, хочет как можно быстрее хоть какие-то пункты в доме взять. Неважно, какие. Ну, вот он и взял вторую и половинку третьего. А вот это не имеет смысла делать. Потому что опять голая шашка под боем. Это точно не может быть лучшим ходом. Наказание не последовало. Ну, Костя продолжает брать пункты и строит новые. Сейчас сыграет 6-4. Или 7-5, наверное, поточнее, да. Ну, а сейчас... А почему куб-то не показывают? Сейчас только я уже соображаю. Куб-то не был показан ранее. Против двух полей, да, значит, играем. Против двух полей есть шанс как-то подставить. Ну, а когда ставить куб? Когда уже мы зайдем в дом? Или когда одно поле разгрузим, наверное, да? Ну, я думаю, что у Пучкова свои соображения по этому поводу. Нет, я сейчас про желток у Сережи. Почему он не ставит куб? Ну, сейчас уже точно нет куба. Это у Пучкова, у Лютова, конечно. Да. Костя тем временем какой-никакой, но уже приличный четырехпойнтовый дом построил. Очень ответственный бросок. Четверки уже плохие. И подставляется шашка. По два удара. Есть попадание на выбор. Я бы разобрал пятый пункт, двумя бы вышел. Там не надо. Один-один какой-то нехороший. И потом две шашки уже сюда мы выводим. Мы поближе ко встрече желтой, которая сейчас будет пытаться убежать. Надо вторую шашку. Нет, вот это обратно. Вот это мне не нравится точно. Это обратно удары возникают. Дополнительные четыре-пять. Один-три, да? И сейчас пять-три. Да, это Джокер. Костик, как угадал, с тринадцать-девять. Вот это да. Ну, теперь уже дабл пасс. Зеленый смело объявить. Прямо сейчас дабл пасс. Да. Очень удачный был. Три подряд было кооперативных броска, как я называю. Четыре-два желтыми они открылись. Четыре-три зеленые побили и спустили удачно билдер. И следующий пять-три именно этими билдерами взят был четвертый пункт. Да, очень интересная партия получилась. Ну что же, и по счету пока боевой, как мы говорим, пять-четыре. И на зариках пять-четыре. Или пять-три было. Почему же Костя сыграл пять-три? Пять-три, пять-три было. Очень хороший четыре-четыре. Это один из лучших дебютных ходов. Играем вторым ходом. Два-один-шесть-четыре. Наверное, надо начать строить дом обязательно. И два-четыре-двадцать-три. Это несложный ход. Два-четыре-двадцать-адин тоже заслуживает внимания. Да, постараться взять четвертый пункт. Здесь тяжело найти лучший ход. Молодец, Сережа. Ну вот, есть удар. Дальше надо либо 13-8. Я бы 13-8 спустил, я бы не стал убегать. Это что там он играл? Пять или шесть? Я не понял. Четыре-пять. Он вот четыре ударил. А, четыре-пять. Все, тогда понятно. Да-да-да. Я думал, шесть-четыре. Один-один шикарно. Берем пятые пункты. Два-четыре-двадцать-три вот здесь. Да-да-да. Другой нет. А, нет. А почему? Седьмой. Восемь-семь. Тоже есть как вариант, да. Желтые не боятся быть ударенными, да, быть побитыми. У них мощный пятый пункт, зато очень агрессивный ход. А вот один-один зеленых существенно уступает, один-один желтым. Одна игра. С пятнадцатого в тринадцатый спрятать шашки и восемь-семь передвинуть. Есть еще удар из третьего в первое поле, полхода. Но я не думаю, что он не рассматривается. Хотя программку поставил на первый ход, мне вот совсем непонятно, честно скажу. Не оправдалось, к сожалению. Но надо продолжать атаку. Продолжать атаку. И опять полхода. Если уж зеленые, если не побьют в седьмом поле, то потом уже будет очень хорошая позиция. Два-шесть. Удачно, что зарядились. Удачно, что больше ничего не подставили. Но неудачно, что открылись и выполнены. Хороший дабл, мне очень нравится. Хотя программа показывает не удваивать. Вот тут уже мы берем и шестерками, и двойками. Материал там все равно. Ну, еще ровно 12 шашек на той стороне доски. Вот, потому что три в доме, да? А вот этот пас мне, это блеф такой хорошо. Не понравилось, Костя говорит. 5-5. Да, качели такие. Шаг в шаг. Так, ну, наверное, время осталось на две партии в лучшем случае. Ну, посмотрим. Если будет такая же, как третья, то таких партий можно еще кучу набросать. Вот поэтому я и отвел две. А так, если будет затяжная, то может быть даже на одну. Не самый крупный счет в этом матче, но по 10 очков набрали игроки. Я же вас не тянул за язык. Да. Вот по поводу не самый крупный счет вот сейчас. Зачем вы напомнили? А я всегда говорю, я даю прогнозы, значит, остальные могут знать, что будет наоборот. Хотя никто не исключает, что в этой партии могут разыграть Куб по 4. Или с Марсом Куб по 4. Все может быть. Продолжаем смотреть и болеть. 6-6. Два бьем. И два тянем. 13-9, наверное. Да. 13-9, говорит. Ну, вот сюда в 9 пункт. Из 21. 6-4. Очень неудачно. Очень удачно для Пучкова. Есть над чем задуматься. У нас 6 раз, 2, 3, 5 билдеров на 5 поле. Это дабл. И одна шашка убегает. Мы впереди. Потому что есть много бросков, после которых в желтом будет совсем тяжко. Точно надо удваивать. Все, кроме пятерки, закрывает 5 пункт. Вот пас. Хотя тоже тейк. Ровно из тех же соображений не понравилась позиция Сережи. Пас. Так что, скорее всего, не две партии, а вот такими темпами. Такими темпами и 4 сыграли. И 4 сыграли. Ну, поглядим. Так, начало из категории стандартов. Именно так. Да, 2-1. Два спускаем. Ого. Костя такой дебют избрал, да. Так скажем, более позиционный. 6-3 здесь расплетовываем. Можно и ударить, и то, и другое. Хорошо. Но мне больше нравится расплетовать. Не дотянулось. И вот теперь, наверное, 13-11 уже. Тоже неплохо на 8-й пункт нажали. Важна двойка. Двойки нет. Есть 6-4. Так, 6-4. А, 4-3. 6-4. 6-4. Это хороший ход. Не надо разрушать 8-й пункт. Еще. А вот теперь 1-1 шикарный. Бьем. И 5-й пункт. Разваливается. Позиционное давление желтых развалилось. Не разваливается, а развалилось. Теперь зеленые могут перехватить инициативу. Сейчас, если бросит двойку, если бросит двойку, закрепится там в якоречке, как мы говорим, якорь создадут в четвертом поле. Вот. А где играть 6? Спускать 13-7. Или побежать? Ну, побежать на 12-е поле. Можно спасти шашку. 13-7. Как-то не очень хочется играть, хотя тоже, мне кажется, вполне достойный ход. Интересный вариант избрал Константин. Атакующий. Тройка дуплицируется. Но еще и четверка есть у желтых. Но зато все шестерки плохие. Да, нету полезных шестерок. А вот это зачем? А вот здесь. Можно было... Вот это не стоит. Как-то Сережа быстро нажимает по кнопке. Да, даже не рассмотрел. 13-7 позиционный ход. 2-1. Два объема, где-то тут не задумываемся. Единицу, наверное, ей же. Наверное, ей же. Да, дуплицируем тройки, чтобы сбить с 13-го поле и с 6-го. 2-1 уже, правильно? Да, да, да. А на чем еще тут думать? Либо 15-14, либо да. Ну, наверное, это предпочтительно, очевидно. Еще один шанс на четверку есть. И вот теперь взяли... Желтый взяли якорь в четвертом поле. Вот эта партия точно не будет быстрой. Скорее всего, последней. Если мы о количестве партий. Так, 3-2. 3 заряжаемся, 2 прячем, наверное. Так, ну это ошибочный ход оказался. Я даже не успел... Не успеваю, быстрый темп, не успеваю посмотреть ходы. Рассматриваю первый, как бы, визуальный. Так, 3-1. 13-9, другого нет. Потому что 8-5, но нет единицы хороших. Получается сюда. Ну, даем 5 очков. Но там еще голая шашка. 3-3. Дупль не может быть плохо, мы это знаем. Точно надо взять 5-е поле сейчас. Одной шашкой или двумя, не знаю. Но 5-е поле надо взять. Точно надо выйти сюда в 7-е. Ну, да, вот так нормально, мне нравится. Так, подотстали там якоречек у зеленых в третьем пункте. Надо здесь оживить игру. 6-1 ужасно. Не играет 13-е поле никаким образом. Видимо, с 9-го играть надо в 3-е. И дальше во 2-е. Другого нет. Единица сильно поможет. 5-4 нет. Вопрос, брать ли первое поле или ринуться в 4-е. Прямо сейчас надо строить прайм, поскольку зеленые здесь... Это вот сняли. Вот сняли все это билдера, которые нацелены на 4-е поле. Взяли ненужное первое. Пока зеленые здесь беспомощны в своем доме. Не надо было постараться туда пролезть в первый пункт. В первый пункт, говорю. В четвертый пункт. 4-1. 4-1. 4-1. Что делать? 13-8. Другого нет. Просто другого нет. Так уж, как Константин 3-4 ход назад сыграл. 3-1. Спустил шашку в девятый. Так и сейчас. Желтый спускают в восьмое поле. Надо попасть. Не попадаем. 4-2-5. Плохо. 13-е поле опять у нас беспомощное в поддержке такими, так скажем, билдерами, да? Да, вроде бы вариантов недостаточно. Есть два варианта хода. Два варианта хода. Вот этот 8-6-8-4. Либо две, которые очень страшно спускать с 13-го поля. Видимо, вот этому варианте остановится Костя. Медлительно оно скатывается и очень полезно для Сергея, потому что есть тройка. И, наверное, ей же надо выйти. Он вот ею и вышел. Так, Серёным надо заряжаться. 6-плохо, 3-хорошо. Ну, а один ход другого физически нет. Так, у Желтых нарастает перевес. 6-1. Ну что же, Серёжа показывает сегодня очень неплохой пиар-код. О чём я и говорил, что 18-то вообще ни его цифры, ни разу. Меньше пятёрки. Там 4-4 было. Ну, а вот Костя двумя вот этими ошибками с кубами, он свой пиар куда-то к семёрочке отогнал. 4-3. Да, наверное, так. Ну да, оставлять её там как-то было. Бессмысленно абсолютно. Так, 6-4. Так, ну в любом случае, жёлтым уже всё-таки следует задуматься над кубом, поскольку они дадут ровно 30%. Сейчас вот будут разбирать 18-й пункт. Вот они дают 30%. А потом уже зелёные не пойдут. То есть надо понимать, что да, 30% в 70 на 30. Что, мне плохо с кубом играть 70 на 30? Ой, вот это вот... А что было делать? Сразу бежать с 13-го поля? С 18-го поля? Сразу бежать. Потому что зелёные могут оживить шашки, добавить дополнительные шашки около своего дома или внутри дома для последующих ударов или взятия очередных пунктов. Пока зелёные ещё всё-таки не готовы к контратаке полноценной. А жёлтые выжидают время, которое идёт на руку зелёным. Сразу надо было разбирать 18-й пункт. Ну вот сейчас придётся разбирать. Ну уже по два боя, да? Придётся тогда там ударить, что ли? Я не понимаю. Или терпеть ещё тогда уже. Вот теперь уже зелёные посильнее стоят, чем пару ходов назад. Вот теперь уже, наверное, разбирать правильно. Ещё сильнее стали стоять зелёные. Они подогнали шашку в дом ещё одну. Как полезный материал. Другого нет. Желательно зелёным сейчас не подставиться нигде. Потому что с следующего хода не дупля. Не дупль у жёлтой очень несуразная будет. 2-1 это джокер, потому что огромный темп. Можно выиграть, если жёлтый и зелёный протанцуют. Вот сейчас, если протанцевали, точно надо было кричать дабл. Ну теперь спускать. Надо нельзя оттуда уходить. Спускать шашку. Потому что если единица пробьёт, то потом обратно удары. Последний опорный пункт зелёных. Это шашка в третьем поле жёлтых. Ни в коем случае нельзя его оттуда выдвигать вперёд. Жёлтый прилично впереди. Кстати, мы всегда видим, насколько. 97-128. 13-8. Это прямо блендер. Блендер должен быть ошибкой грубой. Неудачно. 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 Тут сейчас не лучший момент для разбора хоть 13-го, хоть 18-го поля. По два удара. Тем более, что единица пришла. Единица. То есть останутся две голые шашки. Поэтому играем в доме. Так. Ну сейчас зелёные могут постараться пробежать. И видите, теперь та шашка, она становится неудел. Всё. Ожили. Две шашки жёлтых в тринадцатом поле. А это ещё тайминг. Ещё время. До того, чтобы кинуть дуполь. А уже, как говорится, много кидаешь жёлтых. Уже дуполь пора кидать. 2-1. Всё что угодно, только без единицы. Но, к сожалению, для жёлтых пришла единица. 2-1. Ну уже могут и ударить, кстати. Я только что увидел, что есть удары. Я-то смотрел, в первую очередь, бросок, чтобы разобрать тринадцатый пункт. Ну 2-1 надо уже бить. У жёлтых два поля всего, у зелёных, для зарядки. Да? Да. Это вторая, последняя партия. Хоть один прогноз мой сбылся. Так. Ну а вот теперь ответственный момент. Если сейчас зелёные не заряжаются, я думаю, это дабл. Они не зарядились. А, дабл уже был. О чём мы говорим? Дабл был, да. А когда Серёжа поставил дабл? Молодец. Мне казалось, он как-то всё время пропускал этот момент. Так, одна шашка не прячется. Раз и все три спустить, наверное, так. Чтоб только одна шашка гуляла. Это будет 4-3, ой, 4-6 и 3-6 под боем только обратно удары. Жёлтых опять, цель простая. Безболезненно зайти в дом и выбросить раньше зелёных. А при бонусах ещё и пробить зелёных, которые будут заряжаться. Поэтому минимизируем количество ударов. Спускаем три шашки с 13-го в 11-е. Так тоже неплохой ход на самом деле. Но при этом гуляет шашка. Если бы сейчас зелёные побили, жёлтую, то не зарядка жёлтых потом ещё чреватся тем, что... А сейчас девятый пункт идеальный. Две голые шашки не хочешь держать на доске. Очень полезный пункт. 5-2 обе спускаем. Нет, в дом заводим. Нельзя две голых шашки жёлтых держать на доске, я сам сказал. Поэтому заводим шашку. Ну, мне не нравится этот ход, потому что если зелёные бьют, ещё повторяю, в жёлтые... Вот 3-5 свернулось. В жёлтых проблем была вторая голая шашка. Чем хорош этот ход? Ещё один билдер на взятие четвёртого или третьего поля, но ненамного повышает. Гораздо страшнее было бы быть подбитым, ещё голой жёлтой шашкой оказаться. Да, этот простой. 2-6. Вот теперь плохие шестёрки у жёлтых появились. 6-5, 6-4, 6... 6-5, 6-4. Да, тут просто... Просто реальное невезение. Теперь уже к Марсу дело потихонечку идёт. В два поля Костя очень долго не может зарядиться. Наконец зарядился. Ну и по-прежнему теперь появились плохие броски у жёлтых. 6-5, 6-4, 6-3. 1-1, супер. Бьём и приближаемся к дому. А ещё можно 5-4 передвинуть дырки на самом деле. Ну, конечно. Да, чтобы им было меньше контакта. Теоремку помните? Дырки надо двигать. И опять забрезжили Марсы. 6. И тут надо посмотреть единицу. Обратных ударов то же самое количество. Надо посмотреть на броски 4-4, 5-5, 6-6, 6-4. Посмотреть. Слушайте, а счёт-то 6-5 между тем, да? В пользу Брюкова. Да, сейчас может быть победа. Всё ещё мы не знаем, что её зелёным выиграть. Вот это мне не нравится. Вот что-то я не совсем понял. 5-6. Да, последний шанс. Да, Марсов стало снова меньше. Столько жёлтые не ударят на проходе с четвёрочкой маленькой. Нет, не бьют на проходе. Просто 3 выбрасывают. Немножко чуть-чуть появились нехорошие 6-5. Бросок появился. А зелёные будут стремительно убегать от Марса. Две шашки вниз. Две шашки вниз. Мы играем хорошие 6-5. Нет. Костя не хочет терять так называемый кросс, переиграть шестёрку. Уже больше беспокоится от Марса. Костя бежит. Хорошо. 6-1, 5-1. Последняя надежда за зелёных. 2-2. Всё, проблемы миновали. Два очка зелёные взяли. Победа в матче Сергея Лютова. Вопрос с каким счётом? 7-6. Может быть и Марс. Не так много Марсов, но есть. Особенно сейчас начнут с 4-4, 5-5-6. Ну уж точно не двойка. Количество Марсов ещё больше сократилось. Их очень мало осталось. Особенно после 1-1 хорошего. Три шашки занесли в дом. Да, похоже на 7-6. Очень боевой счёт. Не так мало разыграли. Но я честно скажу, я думал разыграют больше. Порядка 15-16 очков разыграют. Да. Простая партия. 7-6. Отдерживает победу Сергей Лютов. Интересный матч. Такой ровный. Да, вот именно с переменным успехом. И по счёту так шло. И по игре, и по партиям. Просто абсолютно равный матч. Прошёл, закончился. В пользу Сергея Лютова. Да. Турнирная таблица, я думаю, не сильные изменения. Одно очко потерял Константин. Одно очко добавил Лютов, Серёжа. Как по ощущениям. Как по ощущениям, спрашивает Серёжа. Сыграли не очень. Нет, Серёжа-то не очень. Нет, Серёжа неплохо сыграл. Ну, шкучновато получилось. Она закатывала. Да, да. Ну, всё. Я не хочу сказать, что сейчас Пучков снял у меня слова с языка. Но вот я хотел сказать, что матч без какого-то трагизма дополнительного. Без искр. Без искр. Да, очень ровным получился этот матч. Очень ровным. Ну, я бы всё-таки слово «скучноватый» не стал бы употреблять. Но, с другой стороны, за доской не я сидел, а Пучков. Поэтому у него прав на подобного рода определение больше. Вот. Но мне всё-таки больше нравится, что, да, вот без такого бешеного трагизма, без драматизма, если хотите. Без драматизма, верно. Да, без шекспирства. Вот это скучновато, это Костя имеет в виду, я думаю, как раз. Да, но в любом случае, в любом случае до последнего мгновения было непонятно, кто же, что же. Сейчас посмотрим на пиар. Ну, между прочим, 2-0 за зелёными, а победа за жёлтым. Да, в ту статистику. Да, в ту статистику. В первоначальную. В первоначальную выходим, да. Ну, в общем, очень ровно. И очень близко к ничьи было. Так вот, по характеру игры. Но если бы удвоения не было, то была бы ничья. Ну, если бы опоздал, Серёж, что удвоение. Да, если бы удвоения не было, была бы ничья. Вот эта самая короткая партия была. Секунд 30, наверное, длилась. Третья, да. И вот ещё предпоследний, тоже помню, когда мы сказали, что две партии остались. Да, 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 да. Быстро дабл пасс. Да. Вот этот тейк мне очень не понравился. Вот этот тейк мне очень не понравился. Я думаю, грубо шик. Ну, это вы ещё проанализируете в комнате для переговоров. Ну, кстати, её кости мог оттащить. Одним дублём каким-то крупным. 6-6 на выбросе ему хватало, чтобы перехватить шансы на победу хватало. И по-прежнему мы можем говорить о том, что доминирует молодёжь. Да, 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 да. Новый состав пока поддавливает или придавливает старичков. Да, 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 да. Ну, здесь тоже был. Там был дабл пасс. Неправильный дабл, неправильный пасс. И здесь обменялись любезностями. Но только в одну сторону. Кстати, пока мы сейчас смотрим вот эти вот повторы, я бы хотел с наступающим 50-летием поздравить Руслан Мелешко. Да, совершенно верно. Руслан Мелешко. Завтра у него в Минске будут... Круглые даты, 50 лет. Мы поздравляем Руслан Мелешко. Но праздновать он будет 13-го числа. Совершенно не боится никаких, понимаете ли, там примет 13-го числа. Ну, ладно, давайте к интервью перейдём. Тем более, что... Послушаем мнение, ребят. Готовы. Готовы. Так, ну что, Константин Пучков уже высказал свою точку зрения, что игра была скучновата. Ну, я думаю, что если бы он выиграл, немножечко по-другому бы он сказал. Пока не слышали, что Сергей Лютов скажет по поводу содержания, качества игры. Насколько она искрила? Ну, искрила, наверное, тяжело сказать, да. Готовился месяц к этому матчу. Сыграл с Константином на фестивале в декабре две игры, две проиграл. И очень хотел выиграть. Ну, либо показать, по крайней мере, игру подостойнее с таким соперником. Вот, вроде, получилось сегодня. Получилось, получилось. Да, ну, до последнего. До последнего. Да, не без везения, конечно, но... Ну, везение, а как нарды и без везения. Я знаю одного такого товарища, который считает, что везение главное. Пух и прах разгромил. Вот хотелось немножко... Уже хотел уходить из этого вида спорта, но не дают. Сейчас вернули. Реанимация произошла. На турнирную таблицу не сильно повлияло. Минус один Костя, плюс один Сережа. Ну, тем не менее, игра была игрой. В каждом матче была своя интрига. Не остро, я тоже употребил этот термин здесь. И скринки не было, но... Закрытый игра. Да, закрытый игра с переменным успехом. Ну, что у меня вопрос Константину Пучкову. В какой момент так показалось, что, наверное, в последний, что он что-то уплывает из рук? Не, ну, у меня была хорошая позиция. Видимо, там, где Юре не понравился мой дабл, это там, где вот я один дуполь меня спасал. И у меня была одна мысль. А как же неприятно сейчас Сергею вот такую доигрывать, что если в любой момент я кину сейчас дуполь и там украду эту партию. Вот, а это, знаете, это как примерно, когда противника два туза, а ты сдаешься. Он напал на тебя, а ты взял и сдался. Ну, такое же удовольствие я получал от этой партии. Думаю, соперник в страхе от того, что я сейчас могу крупной дуполь быть. Поэтому у меня положительные эмоции. Ну, еще думал, что психологическое преимущество, да, у меня было после вот этой серии, которую мы играли в гостинице в декабре с Сергеем, да, кое-какое преимущество. И подумал, что, значит, это должно было сказаться. Мне кажется, что Сергей там сдался в какой-то партии. Ну, он сегодня не сдался. Я предлагаю вам совершить, как говорят моряки, да, поворот оверштаг. И обратить внимание на... Сережа очень долго, пока я смотрел, был меньше пяти. И сейчас, по-моему, так и остался меньше пяти. В районе четыре с половиной какой-то момент посмотрел. Юр, я в поезде ехал. Да. Тренировался. Все, видишь, как, возьми это за правила. Поезд, тренировка, тренировка, в поезд пошел. Не, игра очень понравилась, на самом деле, как бы, потому что... Хороший пиар. В сходне сыграли с Петуховым в паре, и сыграли с Константином. Мне не очень его игра понравилась, да. Я тем временем, извини, Сереж, быстренько прокомментирую. Пиар 6,8 у Кости похожий. В этот раз у Сергея действительно показывают игру, на которой способен показать. 4,75. С кубами были ошибки и там, и там, с двух сторон. У Кости одна ошибка по удвоению, да, вот зрители могут увидеть, у Сережи, три. И по тейку у Кости две ошибки, тут одна. Четыре ошибки, четыре на три ошибки такое соотношение у вас. Приблизительно равная игра, и по результату. А вот не успел посмотреть лак, к сожалению, я. Если вы посмотрели сами, ребят. Лак не успел, да, самый главный показатель не успел посмотреть. Ну, я расстроен. Раз Сергей месяц работал, значит, я тоже буду месяц работать. Но доброй. Так, к следующему матчу обещаю подготовиться. К Кэмми, Кэмми я буду готовиться. Мне кажется, старые Кэмми как-то расслабились. К Кэмми мы будем все готовиться. Да, вот Кэмми я буду месяц готовиться. Шестерка прошлого сезона, по-моему, в этом сезоне расслаблена. Без подготовок, без тренировок, которые уверены были в том сезоне. Ну, вот Лютов продемонстрировал нам пример, как надо себя вести, как надо готовиться. А вам спасибо, дорогие друзья, за сегодняшнюю игру. Удачи. Я заметил, кстати, вот мы проигрываем 26 очков. Вот сейчас 27 очков, по-моему, получилось. Я считаю, что сегодня Петухову надо собраться. Хорошо. Ладно. Мы еще не знаем, сколько времени тренировался Петухов. Вот, еще раз благодарю вас за эту игру. Несмотря на то, что кому-то она, может быть, показалась скучноватой. Самое главное, результат, знаете, протокол гораздо важнее в таком случае. Согласен. Да. Ну что, друзья мои, на этом с первым матчем Суперлиги Старт 2023-2024 у нас все. Для вас этот матч комментировали Юрий Акопов, Григорий Твалтвадзе. До будущих побед. Субтитры предоставил DimaTorzok Начался третий тур. Одна игра третьего тура уже состоялась. В упорной, очень такой, может быть, немножечко вязкой борьбе Сергей Лютов одержал победу над Константином Пучковым. Одержал победу со счетом 7-6. Ну, о, наверное, напряжении сам счет говорит. В любом случае, мы с вами этот результат уже занесли в копилку. И сегодня, вот сейчас, уже будем приступать ко второй игре. Сергей Петухов и Айрат Фатыхов. Вот лично для меня Айрат Фатыхов это откровенно, вот, открытие. Потому что, если мы знаем, как играет Сергей Петухов, я никогда не видел, как играет Айрат. И у него очень агрессивная игра. Очень такая, я бы сказал, ну, такой бурлеск, если хотите. Мне очень нравятся такие нарды, такая энергетика, ничего не боится, играет с открытым забралом. А Сергей Петухов это как раз вот из той категории таких монстров, которые владеют всеми, наверное, возможными и невозможными методами и способами игры. И один из тех, кто, ну, мы еще в прошлом году говорили об этом, претендент на звание гроссмейстера, да? Да. Да, несомненно. Вот Айрат Фатыхов. Он сегодня в желтой, в желтом поло. Юрий Гранович, насколько мои характеристики игры Айрата? Вы правильно все подметили, вопрос у вас, ваш вопрос я понял, Григорий. Вы правильно абсолютно подметили. Стиль Айрата, я считаю, вот прямо четко выраженный, определенный. Он не то чтобы агрессивный, есть такое можно употребить слово. У него, я бы так сказал, рваный такой стиль. Он может быть очень агрессивным, некоторые партии может пасовать. То есть он, к нему тяжело приспособиться любому оппоненту. В этом смысле я с вами полностью согласен, что Сергей Петухов вооружен любыми, как говорится, инструментариями борьбы против любых соперников. Мне этот матч представляется очень интересным. Ну, смотрим на цифры, о чем они говорят. Говорят объективную оценку игры. Может быть, опять же, у Айрата чуть-чуть завышен пиар. Я имею в виду, должен быть пониже. То есть он играет точно не на девятку, наверное, пониже. Сергей играет точно не на 5,7, а пониже. Ну, Лак пока благоволит вообще нашим новичкам. Ну, это всего лишь третий тур, поэтому, как мы понимаем. На дистанции все это будет уточняться. Но, тем не менее, пока с неотрицательным Лаком, а именно хорошим, положительным, 7,5 играет Айрат. И минус 3 играет Сергей Петухов. Я думаю, Сергей сегодня покажет хорошую игру. И Айрат сегодня покажет хорошую игру. Прогноз на исход давать не буду, нет ощущений. Слава богу. Слава богу, спасибо, Юрий Гранов, спасибо большое. Ну, все, друзья, давайте к матчу. Давайте переносимся в студию. Сергей Петухов в зеленом поле. Айрат Фатыхов в желтом. Кстати, после каждого матча, я обратил внимание, когда мы берем интервью, спортсмен из нового состава обязательно говорит фразу «Я тренировался там-то, столько-то». Сейчас поправят, поправят, да. Вот. В каждом матче честно признаются наши новички, что они тренировались. Я точно убежден теперь, что я, например, не тренируюсь перед каждым матчем. Я думаю, наши, мои коллеги тоже. Может быть, надо все-таки подзаняться небольшой тренировкой перед каждым четвергом. Ну да ладно. 1-1 очень хороший. 5-4-1 тоже за желтых классический дебют. Ближайшие два броска покажут тенденцию. 1-1 ответный. Еще раз 1-1. 6-5 обязательно, две единицы. Так, задумался Фатыхов. 2. Все собрал. Вот так решил. Вот это вот 24-23, вот это вот встать вот в одну точку в начале игры, мне очень не нравится. Я никогда не играю, чтобы две шашки во второе поле поставить. Юрий Галанович, ну, если вы любезно так не играете, не знаете, что... Нет, нет, это понятно. Да, ощущений иных нет у других товарищей. Так, хороший 6-1. Потихонечку прайм. Выстраиваем зеленым. Нужна шестерка. Обязательно пробить это девятое поле, чтобы не закрылся прайм. Нет. Ну, можно взять только третье поле. Третье поле, почему нет? Ну, сейчас четверочка за желтых смотрится хорошо. Есть четверка. Ну, я тут же... А, пятерка как раз разбежаться из 23-го поля, да. Уже, в общем, уже позиционный перевес. У желтые получили по дебюту. Ужасный 5-4, ничего не бьется. Вообще ничего не попадает. Хотя, казалось бы, с трех позиций можно было. Наверное, есть уже удвоение здесь. Потому что очень сильный прайм, тем более, да, удвоение точно есть. Вопрос, есть ли тейк. А удвоение не точно. Ну, тейк-то есть, а вот удвоение не точно. Я удивлен, честно скажу. Мне кажется. Ну, у зеленых какие позиционные плюсы? Во-первых, погонки равные. Это в пользу тейка. Да, там один шаг. У зеленых хорошие позиционные плюсы в виде 8-й, 6-й, 5-й, 3-й поля. Но этого оказывается достаточно даже для того, чтобы утверждать, что нет и дам. Ну, это такие блиц-анализы делают. Но, тем не менее, позиции зеленых в доме желтых очень неустойчивы. Мало того, что они под шестерку прайм попали. Надо еще 2 единицы сначала где-то найти. А, вот 6-1 интересно. 2 шашки надо пробить. Сейчас надо лишить материала. Лишить материала желтых на той стороне доски, чтобы какие-то нескладные броски заставили их поломать прайм. Да, ну это отличный бросок. Конечно, конечно. Лучше было только 1-1. Вот уже, видите, все. Желтые сейчас будут замкнуты. И придется ломать прайм на той стороне доски. 8-7 единицы. И где двойку? 13-11 или 12-10. Седьмой пункт надо закрывать. Вот, это понятно. Сергей думает сейчас на двойку уже. То, что он там сыграет единицу, это не обсуждается. В таких случаях лучше его поставить сразу. Вот он сейчас, по-моему, это и сделал. И смотреть двойку. 13-11 либо 12-10. А, 12-10 не годится. Там же 4-6 обратный удар. Нельзя давать. Там обратный удар. Но Сережа наоборот считает, что лучше один удар. Зато навалится на четвертый пункт. Не самый плохой. Потому что и желтые уже могли на этом броске сломать прайм. А зеленые создали хорошую шестерку. Сходи в 12-10. Атакующую шестерку на четвертое поле. И опять нескладный бросок. Но проатаковать надо сейчас. Нельзя здесь давать желтым выйти. И вот сейчас после этой пятерки сыгранной. Наверное, поаккуратнее надо играть все-таки. Поаккуратнее. С 10-го поля я бы зашел в дом. Я бы тоже зашел на пятый пункт. Очень хороший 4-2. Сергей даже отвернулся. Не хочет это видеть. Потому что две шашки стали в четвертое поле. Два-три. Ну что же. Сейчас, если желтые бросят больше четверки. Пять или шесть. У них будет живая игра. Полноценная живая игра. Если бросит меньше четверки и тройки. То придется сыграть что-то в доме. Убрав эти шестое и пятое поле. Там две желтые жашки. Очень нельзя сейчас кидать дупли маленькие желтым. Вот 4-3. Еще есть где сыграть. Но это последний ход. Запаса на прайме шашек третьих не осталось. Но это еще надо зарядиться. Зарядиться как раз чем меньше, тем лучше. Вот идеальный 1-1. Потому что в четвертое поле. Вот теперь позиция подровнялась. Даже я бы не сказал, что у желтых сильно лучше. Она практически одинаковая. У желтых чуть лучше. Прайм был 5-поинтовый. Теперь остался 5-поинтовый с дыркой. И опять сейчас преимущество у зеленых в дополнительном виде куба на их стороне. Очень хороший 3-2 развивающий. Ну, видимо, тут надо все играть одиночными шашками. Последний. Мне не нравится. Но Сережа не хочет, чтобы его били. А я бы все-таки там двойку сыграл. Сложная партия. Переворота нету. Потому что еще 3 шашки. И здесь желтые устойчиво стоят в четвертом поле. Вот те самые рассуждения, которые всегда свойственны Сергею Петухову. Надо не забывать посматривать на его таймер. Минута 30 осталось до чем-то. Ну, как он говорит, я в регламенте. Понятно, что в регламентах. Но время-то остается все-таки поменьше. Ему сейчас не вопрос, сколько продлится партия, а сколько у него останется времени на концовку партии. 4-2. Очень хороший 4-2. Потому что не ломается прайм. И шашка оживилась. 5-3. Нехороший. Точно. На той стороне доски нет хода, чтобы что-то не открылось. Кроме только шестой пункт разобрать. Но он какой-то не очень хороший. У нас другого нет ничего. Да, здесь выходить уже совсем чревато. Желтым нужна двойка, чтобы появилась третья шашка в доме зеленых на голове. На четвертом поле. Похоже, только действительно 6-1 и 6-3. Да, увидел Эрат. Отход. Я тоже считаю пока рановато. А нет, уже не рановато. Я сегодня не угадываю ничего. Блиц-анализ мой пока ошибочный по кубам. Посмотрим, найдет ли здесь куб Сергей. Тем более, что куб очень сильный. Он даже ведет с пасом. То есть настолько хорошо зеленых, что желтые даже защищаться тут не должны. Ну, мне кажется, тяжело его увидеть. Куб. Еще и время подожимает. Пауза, пауза, пауза. Ну, куб-то он принял уже. Нет, нет, мы сейчас, понятно, что он принял. Мы сейчас говорим о том, поставить ли куб, увидеть ли куб. По четыре программы показывают. Есть. Мне представляется это не самым простым решением. Собственно, и Сережина раздумья подтверждает. У него осталось уже меньше 50 секунд. Молодец, находит. Все-таки играет очень классно, Сергей. А вот тейк очень быстрый был. 5-5-5-5 терпимо. Ну, немножечко оживает игра желтых, хотя они сейчас зарядятся в четверку. Сейчас надо бежать. Шестерки, четверки, двойки. Плохой. То есть плохой, потому что не двинулась ни одна шашка. 5-5. Да, все поломалось. Если сейчас желтые зарядятся, то очень, очень нездоровые будут. 5-5, правильно сказать. 1-2-3. Очень важно. Три номера, 6-4-2 у зеленых. Три номера. Ищет по сторонам удачи, Сергей. И находит шестерку. Я бы оставил там на всякий случай для какой-то связки. Еще раз шанс. 6-4 или 2. Есть двойка хотя бы. И очень хорошая тройка, что она не подпадает под удар. Айрату уже не ведет, что он не может ни разу поймать 30%. И вот теперь 3-2 точно. Единицу мы не подставляемся. Под 4-6. Пятая попытка, по-моему, была. Так, ну что-то сейчас тоже не подставляется. Пятерку в дом заносим. Либо сразу дать 4-5. Наверное, лучше сразу давать редкий бросок, чем если бы сейчас любая четверка. Но по-прежнему не подставляемся. 6-5. Единицу играем. Обеспечиваем хороший 6-6, 5-5, 4-4, 3-3. Все есть. Любые дупли есть, кроме 7 очков. Даже здесь проверяет Сергей. Осталось у него 38 секунд. Но если не будет контакта, это более чем достаточно. И вообще в любом случае одной шашкой играть он будет быстро. Все ходы будут форсированы. 6-1. А вот тут еще дело и марсами пахнет. Если сейчас зеленый не подставится, а у них очень мало шансов на это. 6-2 на моменте. Наверное, пока не будет разбирать шестой пункт Сергей. А просто начнет выбрасывать, чтобы увеличивать шансы на Марс. Да, 1-3. Вот так. Да, да, да. Другой единицы нет. Три выбрасываем, один двигаем. Удивительно. Уже бросков 9 или 8. Да, ни одной четверки. Ни одной четверки. Вот еще шестерки добавились. И опять мимо. Ну, сейчас три плохих дупля. 5-5, 6-6, 4-4 появилось. 2-1 идеально. Ну вот, начался побег от Марса. Правильно, правильно двойку, естественно. Заходить же можно единицей, да. Да. Еще есть диалетические шансы, что зеленые могут подставиться. Вот сейчас 6-1, 5-1, 4-1. Осталось 6 бросков за зеленых. Осталось плохих. Если их не будет, то без полтора дупля минимум, если так можно сказать. Желтые отстают. Наверное, даже на два отстают. Это необходимо, чтобы убежать от Марса. А это 8 очков чувствительно может быть для Айрата. В том смысле, что это может поменять... В первой партии. Да, он может поменять весь план на игру. Он может сейчас начать показывать ранние даблы. Это может его немножко сейчас ввести в психологический, как говорится, так скажем, нокдаун. Ну, посмотрим. 4-2. Это хорошо сыграно. Мне понравилось. 5-4. Все безболезненно. Все дальше. Чистая скорость. 1-4. 1-4 выходим. Ой-ой-ой. Это уже практически нарисован Марс. Это уже, да. Марс нарисован. Это уже дело, пахнущее керосином. Я даже сейчас быстро скажу, помогает ли 2 раза 6-6 после этого 6-2. 1-2. Помогает. Ровно 2 раза 6-6 должны бросить желтый. Ровно. 1-1. 6-6. И потом 5-5 или 6-6. Все. Марс на столе. Можно не кидать. Так, 8-0. Неожиданное начало. Лихо. Давно я такого начала не помню. Ну, Айрат поторопился. Вот взял мгновенно этот куб. А он был как бы нехороший. Хотя, мне кажется, я... А тут в первую секунду вообще как бы там куба не видел. А значит, это тейк. То есть Айрат попал вот в это вот, так скажем, ошибочное решение. Взял куб. А Сергей, наоборот, нашел точное решение и показал куб по 4. Это была сложная позиция, могу сказать сразу. Так, 6-3. Ну, сейчас посмотрим, какие планы в игре. Вот я говорю, Сергей умеет против любого соперника собраться и сыграть в оборонительных позициях. Очень точно в атакующих. Это его плюсы. Опять 1-1 очень хороший. Ну, сейчас, я думаю, Айрат будет с кубом чуть-чуть, наоборот, живее. Он 0-8 отстает. Он сейчас будет поагрессивнее с кубом. 4-5 нехороший. Нет обратного удара. Нет якоря. Очень нехороший бросок. Наверное, надо спустить 13-8. Там три позиции. Вот эти шашки в четвертом и в третьем поле стоят для того, чтобы один из них стал впоследствии якорем. Один из этих пунктов. Знаете, Юрий Грандович, о чем я сейчас подумал? Что, на мой взгляд, Петухов такой игрок, что если Фатыхов сейчас будет пытаться игру обострять, Петухов, скорее всего, на мой взгляд, будет пасовать. Нет, он будет играть по игре. Я думаю, я в вашем смысле понял, это не про Петухова. Ну, посмотрим. Очень удачный 4-1. Может быть, я не прав, но я такое ощущаю. Сережа всегда старается сыграть, как мы говорим, по движку, по компьютеру. Редко он может что-то там исполнить, так скажем, что-то в виде блеф куба какого-нибудь или там по счету. Если речь не касается плей-оффа, естественно. Так. Ну, вот шашку одну желтую удалось поднять на бар. Не попали, но просто заряжаемся. Думать не на чем. Две сбитые шашки. Тройка нужна. Есть тройка. А вот где единица? Ну, наверное, 2-4-23 или 2-4-21. Мне нравится ход. Все-таки взять якорь. Этот ход мне не нравится. Этот ход мне не нравится. Дело не в том, что открытая шашка в доме по пятым пунктам. Она открытая, при этом не взят якорь в четвертом. Тут надо какая-то комбинация ходов. А как тут сказать, чуть убавили, чтобы открыть царь? Да нет, ну вот пришел на пульту сделал. Сейчас, я думаю, не очень это. Может, прям в эфире. Вот пульта он там, наверное, закнулся. Да, вот этот вариант, который мне больше нравился, выбирает Сергей. Так, 4-3 несложно. Взяли 18-й пункт. Что здесь у нас? 5-5. Это хороший. Это 20 очков в любом случае. Можно просто взять третий пункт, не трогать там якорь. Да, ну, конечно, активнее сейчас. Намного позиции активнее у желтых. Ну, за счет того, что 3 пункта в доме. Очень хороший сейчас 6. Теперь уже 4 пункта. А вот этот вариант как раз пробития мне не нравится. Уже за спину готового якоря. Это не тот случай, когда надо пробивать в первом поле. Надо было убегать либо с 20-го. Наверное, самое хорошее. Выстроить хороший, правим структуру там. А теперь помогают немножко желтые и зеленым. Тем, что не имеют 7-го пункта, а зеленый имеет якорь. Да, зеленый имеет якорь. Другого нет. Важна четверка. Четверка есть. И, наверное, с 18-го поля в атакующем стиле сыграл Айрат в попытке взять третий пункт. Сейчас у него там 3 пункта. Ну, это оправдалось. 3 билдера. Сработало. Теперь то же самое. На четвертом пункте, как в прошлой партии, Айрат завис. Теперь Сергей Петухов завис на четвертом пункте. Сколько темпов успеет сыграть Айрат, пока зеленые зарядятся? Сразу. На втором ходу. Ну, очевидно, 6-3. Нельзя ничего подставляться. Очень много морсов. Надо хоть что-то взять. Еще один пункт в доме, чтобы потом где-то как-то агрессивно бить. Желтые безболезненно сейчас должны быстро бежать. Ох ты. Два раза пятерку. Сыграл, так не годится. Такого хода не может быть. Одну шашку надо завести в дом, одну оставить открытой. Видимо, это 5 и ей же 6. Ей же 6. Ну да, это наиболее безопасный ход. Другого хода нет. Или занести вот это вот с девятого поля. Это и есть. Это тот же самый ход. Ну да, да. Тот же самый. Просто в обратном порядке. 5-6 или 6-5. Ну да. Так. 4-3. Не бьет. Не бьет, но надо ли давать 7 очков? Или просто сейчас бежать от Марса, признать 2 очка? Или там по случаю как-то где-то побить в гораздо лучшей редакции? Я бы сейчас даже согласен здесь движком. Даже бы 7 очков не давал бы, а просто играл бы 13-6 домой. Сережа так же трактует эту позицию. Потому что та третья шашка на следующем ходу может пойти еще раз. Очень хочется хотя бы второй пункт у себя дома взять. Ну шестерка одна. Иначе три голых шашки будет. А четверку, наверное, уже надо расплетовывать. Да. Поскольку у зеленых дом не сильный, это нормальный план для побега именно сейчас. А вот 6-4 неплохо, но страшно. Вроде берем второй пункт, но обратно удары двойки и 7 очков. 7 очков все могут сыграть. Это 6 ударов. И еще 5-2 дуплицировано. Еще 4-2-1-2. 10 ударов. И 1-1. 11 ударов. Вот сейчас 11 ударов. У желтых 11 бросков, чтобы обратно удар сделать. 11 бросков. И это ни один из них. Не повезло Айрату. Сейчас зеленые как минимум могут спрятать голый или взять еще один пункт в доме. Удвоения никакого тут близко нет. Есть масса плохих бросков. Типа там 6-5, 6-4 какой-нибудь очередной. 5-2. Очень хорошо. Бьем и выдвигаем шашку на игру. Вот теперь обратного удара ни одного нет. Даже дупли 5-5, 4-4 не работают на удар. Сейчас уже не до жиру Айрату надо бы зарядиться побыстрее. Но одна шашка есть. Хорошо, что в четвертом, а не в пятом. До нее не дотягивается зеленая шашка с 11-го поля. По-прежнему рано. Рано в смысле редабла? Да, рано, рано. Очень приличную дистанцию бежать зеленым. В три поля желтым заряжаться. Еще обратно удары теоретически возможны. Это рано. 5-3, нескладный бросок. 5-3 не закрывает. Не закрывает. Я поэтому если бы закрывал, то было бы складно. Это нескладный бросок. Вот эту шашку надо убирать из-под боя во второе поле. Или бить им. И вот здесь уже все возможно. Хороших. Вот. Только одну шашку позволим поднять. Ключевой момент. Очень важный попадает. Сейчас кто раньше в одно поле или в три зарядятся? В одно не зарядились. В три. В три зарядились. И побежали. И снова перевес у желтых. Поэтому не три дабла. Сейчас был бы Марс. А, вот теперь и назад. Теперь есть обратные удары 6 штук. И еще 5-5. 7 ударов. Это не бьет. Не надо бежать. Вот пока зеленых мало, надо бежать. 6-5 идеально. Или пятый пункт взять. Дилемма. Наверное, пятый пункт при случае встречать позже. Да. 6-4. И одна шашка побежала. И хорошо, что там в 11-е, а не в 10-е поле не достают. Да, чтобы не достало. 7 очков в четверке или двойке. 7 очков. Это лучший удар. Лучший удар. И вот сейчас уже не зарядиться в четвертое поле. Очень чревато. Первый тоже хорошо. Дом не ломается. Все. Есть. Одна игра. Еще хор. Нет, нет, нет. Нет. Все сыграно. Нет. Все сыграно. У него две шашки было в третьем поле. 6-6. Идеально. Уже по гонке даже становится близко. 89 на 83. Еще раз 6-4. Шанс бросить. 6-3 штанга. Но очень хорошее 18-е поле обе шашки. Вот теперь уже чистая гонка. Где Айрат впереди. И уже навряд ли желтые где-то могут подставиться. Тем более нет редабла. Сергей сзади. 74-89. Вот это грубая ошибка. Это что такое сейчас было? Ну, это надо принимать. Это принимать, конечно. Молодец. Еще по 8 может увидеть. Вот, пожалуйста. 2-1. И сейчас 7 очков. И вот это Сергей не ожидал. Я не понял. Да, вот это не похоже на Сергея. Он и осторожен, и аналитичен. Здесь точно не было куба. 3-2. Неудачно. Все в доме. Ну, что? В доме нормально. Молодец. Айрат ничего не подставляет. Ни одной шашки при случае, если ударим зеленых. Да, чтобы не было голой шашки в доме. Ну, правильно. Да, правильно. Он перепроверил. Еще одна попытка удрать. 5-1 полезно для зеленых. Но сейчас спрашивается, что он будет играть. Если будет бежать дальний шашка, он помогает плану желтых быть впереди и оставаться впереди. Сейчас больше двойки. Вот, до свидания. До свидания в том смысле, что сейчас очень нависает куб по 8. Если что-то маленькое. Тут мне надо торопиться. Надо сейчас посчитать гонку. Время достаточно. 56 на 80. 59 на 73. 14 очков. Кроссов поровну. Это по 8. Это по 8. Вот куда попал Сергей с поем-давлом. Ух ты. Тут много очков разыграется точно в этой партии. Потому что пасовать здесь тоже нельзя. Но сейчас Айрат может немножечко состорожить. Хотя счет 0-8. Мне кажется, он сейчас побоится. Я не буду предсказывать. Не буду предсказывать. У меня есть аргументы за то, что психологически, что Айрат покажет. И аргументы против. Показал. Молодец. Потому что это точное решение. Поэтому молодец. Хороший. 5-4. Сейчас все будет зависеть от китки. 6-3. Хороший. 9 очков на дороге не валяются. Пожжна шестерка. Очень плохо. 2-1. 2-2. Хорошо. Две шашки. 2-2. 5-3. 5. Заходим. 3 выбрасываем. Без дырок. Очень плохо. 4-1. Огромная дырка в четверке. Огромная. Потому что за ней стоят 8 зеленых шашек. То есть минимум они кинут 2-3 четверки, которые не сыграют. И не восполнят ничем. Ну вот хорошая двойка. Желтые фавориты большие. 4-2. Даже не лучший бросок. Все равно желтые остаются фаворитами. 6-2. Хорошо. Потому что шестерка. 2 плохо. Потому что не выбрасываем. Очень полезный бросок. Желтые по-прежнему фавориты. 4-5. Хорошо за зеленых. На один дубль крупный обстоит зеленый. Вот так обстоят дела. 5-3 идеальный. Хотя один пропуск могут сделать. Очень важный сейчас бросок. 6-4. Но это не самый хороший. 6-5 лучше. Теперь уже 4-4 сильным не является броском. Ну что же. Минимум 5-5 надо кидать зеленым и выше. То есть 5-5-6 в этой партии. Вот что-то сравнивать. Тут не будем пока раньше времени говорить. Сравнивается. 8-8. По кубу что-то я наделал. Вот Сергей сам говорит по кубу. Он уже понял, что что-то наделал. Куб по 8. Он так контролировал весь ход партии. И куб контролировал, Сережа. Удивительная ошибка, которая точно ему не свойственна. Это вообще в несложной позиции он ошибся. В несложной позиции грубо ошибся. Я вот такие оценки редко даю. Но вот сейчас Сережа, я думаю, согласится со мной. Он сам себя ругает. Да. Ко второй партии. К третьей партии еще 8 больше. Хорошо. Уже 16 очков набрали. Хороший. Это ребята идут на рекорд какой-то. Пока да. И пиар немножечко подпортил себе Сережа. Сейчас посмотрим, что у них там с пиаром. 9,7. Да? Вот так пиар. Не вижу. У меня сегодня что-то какие-то проблемы. Девятка у Сергея. И семерка с чем-то у... Ну вот. 9,11. И 7. 96. Или 86. Сам не вижу. Ну, бокс. 90. Да. Это к вам ближе. Мне надо встать и подойти к монитору. Хорошо. Ладно. 6,3 тем временем. Мне нравится. Этот ход хороший. 2,2. Идеально. Два поля. Пятипойнтовый прайм. Это уже на дабл похоже. Не уверен, есть ли тейк с учетом взятого пятого поля в доме зеленых. Но вся игра поменялась. Это дабл. Не уверен здесь насчет тейка. Он, скорее всего, пас. Да. Быстрая партия. 9,8. Айрат впереди. Две спустить. Да. Самый активный ход. Первый. 4,3. Две спускаем. 5,1. Плохо. Сплетуем. Да. Сейчас много бросков. Так, чтобы взять пятый или четвертый пункт. Или седьмой. Что будет взято? Пятый. Удары появились. Ой, нет. Вот опять идеально. Как 2,2. Так и 1,1. В прошлой партии 2,2. Сразу. Сразу две позиции закрываются наглухо. Теперь здесь четвертый поле или седьмое думает Сергей. Четвертый, конечно. Да. Всегда пункт в доме существеннее важнее, чем седьмой. Несмотря даже на то, что здесь четыре подряд будут. Сергей все-таки сейчас рассмотрит. Вариант ему больше нравится против двух этих задних шашек. Но четвертый поле за него сейчас... Тогда он мог бы 3,1 так играть предыдущим ходом. Нет, 3,1 все-таки это пятый пункт, а вот четвертый. Да, я понимаю, но в данной ситуации, по-моему... Просто все шашки будут стоять по две, и желтые будут активно бороться за четвертый пункт. Надо прямо сейчас его взять, что Сергей сделал. И это будет хороший ход. Четвертый пункт. А, нет, девятый. Девятый шикарный ход. Пять подряд. Да, и дальше осталось взять десятый. Правда, здесь желтые приотстали. А вот 6,2 теперь аналогичный Джокер за зеленых. Практически симметричная позиция. Чуть-чуть смещен прайм в пользу зеленых. Вопрос теперь в таких случаях только в одном. Во времени. У кого больше времени поиграть шашками, которые не являются составными праймом? Их приблизительно порвало. По две шашки снаружи и по две внутри дома. Чуть больше пространства, больше у Сергея. Поэтому преимущество у зеленых, безусловно, здесь. Преимущество у зеленых. Ввиду того, что тройки есть, где играть. Вот-вот, пожалуйста. Я бы обе шашки сразу толкал туда. Две не побьют, а закрепиться можно потом либо в четвертом, либо в третьем. И оттуда уже три. Больше нет хорошей тройки. Ни в коем случае не бьем. Мало материал. Не дай бог попадут тройку. Дело не в том, что просто попадут, а мы лишимся активной шашки на этой стороне доски. И 24-21 это стандартный прием. Вот эти вот 3-2, такие ходы по две шашки толкать. Сергей решил ударить, я судя по звуку понял. Да, это неточность. И даже если нас не побили, неоправданно, нет материала закрывать. Если закроем пятеркой, вот, пожалуйста, шестерка будет под боем. Шесть очков станут полезными. Там ничего не убегает. Наверное, надо играть 8-3 в любом случае. И опять вот там 24-21. Либо 13-10, может быть, даже лучше. Вот эта предыдущая тройка хорошо смотрелась. Вот теперь и маленькие, и средние, и шестерки. Все хорошее у желтых. Решил поставить куб, который пограничен. Желание сейчас вот какой-то кураж поймал Айрат. И чувствую, сейчас все пойдет в пользу. 6-1 очень полезно. Единица на этой стороне доски тоже, да. Сейчас, не дай бог, какой-нибудь 6-5. Это вообще караул будет. А 5-4 очень хорошо, не просто хорошо. Зарядили четвертый и пробили обратно. Двойка очень хорошо за желтых. И где сыграть последнюю двойку? Бить или занести в дом? Это раз. С 9-го в 5-е 2-3. Сейчас Айрат поставит и будет думать над последней двойкой. Бить за спину не нужно. Материал нужен. Вот, за спину решил ударить четвертую двойку. Есть плюс в этом ходе, что зеленые могут протанцевать. Очень мало. 6-5, 6-6, 5-5. Но тогда у желтых появился бы шанс ударить в восьмое поле. Ну вот теперь понятно, что этот куб был преждевременным. Да, мы передали это оружие. Как мы всегда говорим, который при случае может надавить так, что уже не доиграть эту партию. Да, другого нет. Ну да, тут один-единственный вариант. А вот сейчас, если по четыре, по-моему, рановато. Тоже есть нехорошие вообще дупли. Троечные, четверочные. 2-1. А может быть, один зайти и два спустить. 13-11 надо было. Вот дупль какой-то, да, играет? Да, это... Я не успел по броскам. 5-5 шлипнул. 5-5. Ну вот теперь у зеленых хорошо. Теперь уже у зеленых полная свобода. Те три шашки освободились. И здесь не одна, а две. Это стопроцентный уже редабл. И надо думать, есть ли тейк. Стопро. Я думаю, сейчас будет пас. Нет, взял. Молодец, молодец, молодец. Троечные это очень хорошие. В отличие от пятого, который был только что у желтых. 3-4, да. И теперь зеленый. Ну, есть всегда в запасе 6-6. Как говорится, козырь. Козырной туз в рукаве у желтых. Но где его найдешь? Да. Вот плохая пятерка. Уже точно открываем шашку. Единственный ход из девятого в первое. И подбой этой шашки существенно усложнит. Уже 6-6 станет уже даже не спасающим. Попадает. Обе выйти. Не надо там стоять. Какой-нибудь 2-2, 1-1. Не надо там стоять. Там нечего делать. Обе надо выходить. Ну, нет смысла там стоять. Но Сережа хочет проконтролировать бросок 2-6. Вот видите, 6-6. Не дождался его Арат. Оказался сбитым. Надо выйти той шашкой. И опять крупные очки разыгрываются, да, Григорий? Да, да. Марсов тут уже не так много, но остаются теоретическими. Цифра 4 на кубике, поэтому... В третьей партии из 4? Да, в третьей партии. А, в одной даже был куб 8. У нас был Марс с кубом по 4, куб 8 и еще куб по 4. Очень ребята агрессивны с кубом. Ну, и позиция обязывала. Тут нельзя кого-то винить. Заряжаются. Наконец, сейчас снова 6-6 актуально становится. Если не возьмут 5-е поле, взяли. Не 5-е, а 8-е, оговорился. Теперь 6-6 не актуально. Да. Есть шанс против 2-го поля. Есть такая фраза. Проблема разгрузки 8-го поля против 2-го. Сейчас один бросок плохой. 6-5, который все открывает. Любые не шестерки хороши. Разгружаем в 8-й пункт. Можно и потерпеть, кстати. Но потом, правда, еще... А, да, 6-5 только будет плохим по-прежнему. Да, против плана Б. На всякий случай. Если вдруг желтые рванут 6-6, то зеленые будут стоять в доме не сладко, далеко от первых полей. Поэтому 5-2 в промежутке можно сыграть в первый пункт. Есть такая тактическая идея. Хигей решил игнорировать 6-6 и сразу заводить дом без проблем. Пятерки плохие, но не все. 6-4. В каком-то смысле угадал. Иначе ему сейчас пришлось бы разгружать 7-й пункт, а не 8-й. 4-1 уже начинает не вести. Уже одной шашкой хотя бы надо было побежать. 4 выбрасываем. А вот теперь четверок-то нет хороших. Сергей опять поторопился. 6-5 надо было сыграть. Сейчас 6-4 бросок. За зеленых открывается шашка. 4-2. Вот видите, няня. Так бы сейчас в итоге на шестом поле остаются... Нет, надо сейчас пятое разбирать. Это тоже ошибка. Хотя компьютер показывает точно. Ну, дома нет у желтых. Видимо, это какой-то аргумент. Но все равно не хочется подставляться. Ну, вот. Опять четверка. Ну, вот 5-4. Теперь пятый пункт. Разбираем. Другого нет. Ну, подставлять уже точно мы не можем. Зачем подставлять, когда можем не подставлять? Четверочный, к сожалению, не работает, как в 16 очков. 3-1. Хорошо. Я думаю, все будет выбрасывать. Сергей за Марсом идет. Это уже в этой редакции правильно. Очень плохо. Опять пропускает ход. Просто очередной ход дарит сейчас этим броском Айрат Сергею Петухову в погоне за его Марсом. 5-4. Подставляется шашка. Ну, вот сейчас шанс уйти и от Марса, и побороться где-то за победу, если мы кинем двойку. Нет. Бежим одной, оставляем варианты контакта. Марсов немного, на самом деле, но они есть. 3-3, что ли? 6-3. Ага. А может быть и выбросить две шашки? Или это не помогает Марсу? Попал. Марсу стало совсем мало. Ей же 6. Сейчас главное не танцевать. Появились какие-то шансы на победу. У желтых небольшие, очень небольшие, но появились. 6-6. Например, сейчас начать. А4-1. Да, вот так. Так, это против Марсов. Тут не за победу, а против Марсов в первую очередь. Любая тройка хорошо за желтых. Любая. Да. 2-2 не получается. Да. Ну, по крайней мере, убежали от Марсов. Было 9-8. Станет 12-9 в пользу Сергея, очевидно. Здесь тяжело, крайне тяжело. Только теоретически желтые могут догнать. Так вот и теоретически. Нет, теоретически практически всегда можно. Во всех таких позициях, где выброшено только 6-7 шашек, всегда можно догнать. Ну, вот, пусто-пусто, видите? 3-3. 3 шашки. Но это, к сожалению, не 4-4. 3 шашки не сильно помогают. Вот еще двойка. Раз, два. Проще кидать, чем листать. 3-1. Да, не помогает. Не помогает. 12-9. Вот это крупный, да, крупный баланс в этом матче мы наблюдаем. Но это точно не скучный матч. Абсолютно. В отличие от предыдущего. Абсолютно. Если так можно выразиться, согласие Константина Пучкова. Тут, я думаю, зрители не скучают. Да они, по-моему, сами не скучают. Игроки-то точно не скучают. На адреналине оба играют. Оба на адреналине играют. Бьем, спускаем. 13-9. Вот это мне не нравится. Я люблю спускать. Хотя там тоже неплохо. Но лучше здесь подкреплять материалом. Теперь по двум шашкам получаем удар. По двум пятым полям. Да. Важно кинуть пятерку. Теперь именно прямую пятерку. Иначе не сбить эту шашку. Ну, еще 4-4 и 2-2. Прошу прощения. Не попадает. Не получается. У желтых тройки, единицы, четверки хорошие номера. Тройка есть. Шестерка бежим. Да. Тройки хорошие у зеленых. 6-4, 5-5 и двойки. Желаний подбить эту шашку не попадает. Вообще ужасный 5-1. Расплетовывать надо задние шашки, либо 6-5. Пауза становится все длиннее. Ну, сейчас позиционная раскладка шашек. Очень хорош 6-1. И прячем. Да, да, да. Не, не, нет. Это агрессивный ход. Но желтый впереди. Но не нужна вот эта эквилибристика сейчас в обе стороны. Карнавал, как говорится. Просто сыграть аккуратно. 14-8, 6-5. Прямо напрашивается ход. Это он все про тот куб по 8, что он показал. Он взял, может тоже, когда давал, может тоже пас там был. Там некуда же считать было. Так, 6-4, да? Шесть. Ну, почти без боли обошлось. Если сейчас единицы не попадут, вот этот вот выпад 6-1. Арата, почти без боли сейчас для него закончится. Да, без боли. Хотя тут эту шашку ловят. Но без боли, что лишнюю шашку назад не вернули. Вот шестерки плохие. Вот, значит, в дебюте иметь хорошие шестерки. И не иметь, соответственно, какие минусы. Тут нет ничего, надо кидать. Надо еще попасть в ту шашку, четверку или тройку. Надо еще кинуть. Ее еще пока нет на доске. Поэтому никакого куба не может быть. Не попали. И не ударили нигде. Хотя один из самых неплохих дублей. Вот эти две пятерки точно. А вот еще две вопроса. Еще две вопроса. Либо там выйти, либо занести 10-5 и 6-1 сыграть. Либо там двумя пятерками выйти. Есть еще ход с 13-го в 8-й тоже две пятерки, чтобы взять снова 8-й пункт под контроль. Да, неплохой ход. Там же голая шашка в доме. Еще голая шашка. Все не соберешь. Только 1-6 хороший бросок за желтых будет. А вот это мне не нравится. Пункты мы взяли в доме, но нечем давить на голую желтую шашку. Ничего не оставили. Очень хорош 4-3. И по-прежнему тот ход 6-1. Скажется, не скажется. Вот та голая желтая шашка. Вот тот 6-1 был нездоровым. Сказал все-таки тот 6-1, который мне очень не понравился, который я рад сыграл. И вот теперь вторая шашка. Ну, совсем тут. Прямо теперь уже я рад видеть. Она совсем тут не к месту. Вторая шашка желтых на полный круг пошла новой. Тем более еще пока она не зарядилась. И не факт, когда зарядится. Пока и не может зарядиться. И не может, да. Зеленым сейчас надо оживлять игру на этой стороне доски. А вот Зеленый сейчас расстроен тем, что нет шашек в 6-ом поле, в 5-ом, в 8-ом. Они потратили их на взятие первого пункта. И опять надо думать над пятеркой. Надо думать над пятеркой. Вот такую решил сыграть пятерку. И подготовил еще одну пятерку для удара в 4-ом поле. Если вдруг что-то будет, да. Неплохо. Танцуем. Сейчас шестерка. Конечно, хорошо с Зеленым оттуда уже начать драпать задней шашкой. Рановато, рановато. Пока четвертое поле совершенно, как говорится, как незавоеванная территория с двух сторон. И желтые могут за нее побороться. И зеленые. И три шашки у зеленых далеко. Пока нету дабла. Пять-два хотел сказать. В той партии, в том матче Константин спустил 13-9. Помните? И потом бросил 5-3 идеально. То же самое и сейчас. Идеальный 5-2. Но и Айрат идеальную кинул двойку. А зачем подставлять тройку? Нельзя ни в коем случае. При таком силе. Да, да, да. Ни в коем случае там. Нельзя подставляться. А теперь проблема с зеленым перемещаться. По доске не подставляясь. Это проблема. У желтых тоже приличный дом. У зеленых очень сильный. А у желтых, так скажем, просто приличный дом. Трехпоинтовый дом. Важно хорошие броски. 6-5. 3-3. Дупли. Что там прилетело? Не вижу пока. 6 я вижу. 6-1. 6-1. Ну в дом. Это меньше изол. И хоть какая-то нагрузка на второй пункт у нас стала. У нас у зеленых в данном случае. Ну вот. Мимо. 13-6. Ждем очередного шанса. Желтый. Мы желтые ждем очередного шанса. Зеленых лучшие броски. Сейчас в чертах. 6-5. Наверное. Что-нибудь такое. Опять 6-1. Опять драпаем. Прячем шашку в 13-6. Ничего лучшего нет. Есть еще вариант рассмотреть. 24-18 и 6-5 в доме переиграть. Подставить две шашки. Поскольку есть одна шашка в доме. Но решил потерпеть. Решил потерпеть. Хотя, может быть, и имело смысла выйти. Потому что желтые раскрываются. Как только пробьют любой из... С любого поля. С 13-го раскроются. С 8-го раскроются. И обратно удары появляются. Я не уверен, что это лучший ход. Да. Видите он зеленым цветом. Очевидно, что надо было там выходить. 24-18 и 6-5. Играть. А если еще желтые не попали бы. То им вообще сложно играть. 4-2. Так. Теперь уже неожиданно Айрат вынужден подставляться. Ну, это какой-то слишком мудренный ход. Но он хочет одну голую шашку поставить. Но пятый пункт разобрать, да, это уже проблема. Тоже быстрый тейк. Так, интересная становится партия. Опять скоро, я думаю, мы увидим куб по 4. В этой трактовке мы увидим куб по 4. 6-3. 6-3 за. Ой-ой-ой, это что такое? Это ни в коем случае нельзя трогать. Там под давлением двух шашек. Что угодно, но только не здесь. А что угодно? А где еще, спрашивается? А что я должна была подумать? Все, что угодно, только не это. Да? Да. Тут марсы забрежели. 6-5. Очень повезло сейчас Айрату. Прямо он откинулся, как говорится, на радостях назад. Это психологически понятно. И вот теперь проблема у желтых. Шашку со второго поля вывести шестеркой. Потому что по-прежнему на следующем броске эта атака может последовать. Желтых дома развалился полностью. Нету шестерки, но пятерку надо выходить. Есть пятерка. Пятерку надо выходить. Закрывать, закрывать. По крайней мере, прямой удар не даем, но даем 7 и 8. Это два раза по 6 бросков. Это 12. Вот, пожалуйста, 7 очков. Вот теперь сейчас все посыпалось. Желтые. Двойку не кинут сразу. Не кинули. Еще 8 очков и единица. И дом можно взять. Дом не берется. Раз, два, три. Умещается. Не хочется переигрывать с пятого поля, если честно. Но, может быть, это надо сделать. С пятого во второе. А, может быть, завести в дом и ничего не подставляться. Опа. Интересный вариант. Интересный вариант. Но сейчас двойка будет возврат в игру. Как говорится, прошло. Не прошло. А, ну, поспорь. Да, здесь прошло. Но двойка все равно оживляет игру. Ну, где ее найти 30 процентов? Где ее взять-то, эту двойку? Ну, теперь очень много закрывает. Пятерки, четверки, единицы. Ой, ни то, ни другое, ни третье. 6-2. Еще один шанс получает Айрат. На спасение от Марса. По крайней мере, на моменте. Мимо. Пять. Четверки, тройки, единицы. Восемь очков. Пять мимо. Приступил к выбросу. Судьба не благоволит. А сейчас, может быть, две голых, если две больших? Вот они, две голых. Худшая редакция для зеленых. Выбрасывать, наверное, надо. Тут уже не до жиру. Решил так сыграть. Ну, хрен редкий не слащит данная ситуация. Может быть, это и точнее. Ну, я бы выбрасывал. Ну, конечно, уж лучше выбрасывать. Но потом тяжелее закрывать шашку. Так-то наверняка точнее. Это легче спасать последнюю шашку. Вопрос по мнению. Что кинет? Пять или четыре? А кинет ли? Вот в чем вопрос. И опять Сергей в цепноте. 30 секунд. А вот теперь Ара думает, перевернут ли по четыре. Ну, конечно, здесь нет переворота никакого. Это классическая ситуация, когда два боя и нету давления кубом, потому что отвечаем мы Марсом. Еще ничего не выиграли, потому что у желтых дома нет. Еще работы миллиард. Непочатый край. Попал, по-моему. Попал. Потому что быстро потянулся к шашке. Не угадал с пятеркой, видимо. А что там? 6-1. Здорово. Вот сейчас еще. Опять нет куба по четыре. Дома нет. Даже близко. Еще шашку вторую не подняли. И не подняли и дальше. 5-4 подальше, да. Так, ну, похоже, эту партию они еще будут доигрывать. Может быть, успеют еще одну начать. Ну и так, наиграли уже 21 очку. Что сейчас? 6-2. Надо бить. Надо бить, потому что у зеленых есть шанс попасть в желтую, а желтым попасть во вторую зеленую. И обоим попасть в историю. Вот это хорошая шестерка. Мне нравится, потому что появились хорошие шестерки у желтых. 4-6. Ой-ой-ой. Юрий Гранович, ну вот что у вас за язык, а? Вот это вот Тарс, Тарс. Знаете, что такое? Знаю. Сейчас двое. Мне понравился этот ход. Как только он это произносит, тут же, тут же получается. Хорошо, тогда я продолжу. Вы видите вторую шашку зеленую сбитую? Видите? Зеленая шашка вторая пошла. Это ровно то, зачем шли желтые. Ценой таких потерь они вернули вторую шашку зеленую на второй круг. Сейчас, если желтые зарядятся, они зарядились. Ну, сползай, зарядились. И вот теперь надо ли бить? Надо, конечно. Наверное, надо, да. Уже у зеленых тоже 3 пункта в доме, чтобы зарядиться. 2-1. Вот сейчас еще куба рано. Пока не возьмем второе поле. А, зеленые еще уже единицу могут побить. И вот сейчас, если еще третью шашку вернут, а если протанцуют, снова марсы будут актуальны. Не попал. Ну, пять. А, может быть, бить надо? Может быть, надо бить, да. Так мне больше нравится. Нельзя давать полный ход. Федайш, шанс, что зеленые протанцуют, это очень важно. Ой-ой-ой, бьют опять. Ну, правильно, потому что кто-то сказал... Да, у желтых есть шанс третью шашку. Потому что кто-то сказал, что мне нравится. Посмотрим, если бы вы это смотрите в тот расклад. Посмотрим. Он говорит, ничего не играет, но посмотрим. Будет ли двойка? Есть двойка. Вот и третья шашка. Мне этот ход нравится. Так вам понравится? На самом деле, даже в этой... В общем, я вам объясню, дорогие друзья. Вот что такое нард. Это очень, очень типичная парка. Окопова, если он что-то говорит и кто-то проигрывает. Кто виноват? Окопов. Эта партия очень интересная, я вам скажу. Потрясающая партия, на самом деле. Шутки в сторону. Но я честно вам скажу... Мы еще не знаем, что будет с Кубом дальше. Но уже Куб по 4 мы снова увидели. Во всех партиях, кроме одной, мы увидели Куб по 4. Что-то удивительное. И это ведь всего лишь навсего. Какая по счету партия? Пятая, что ли? Вот об том и речь. И Сергей еще танцует. И третью шашку на борт мимо. А, на борт тут еще и 7 очков. Дупль нужен Сергею. Тогда что-то может поменяться. Опять танцует Сергей. Пятый пункт берется уже. Не пятый, а четвертый. Но пятый очень важный был. Через него легко убегать. Всегда есть в козыре 5-5 бросок. У зеленых. Но где его найдешь? Но это будет козырный. 2-1. Иногда просто нет слов, что называется. Точный перевес у зеленых. Марсов быть не может. Но счет опять может прийти. 13-12. Ну, я пока гипотетически на это смотрится. На обычную победу желтых. И опять весь матч упрется всего-навсего в одно разыгранное победное очко. А сколько было здесь фейерверков. Невероятно. Невероятно. Матч из пяти партий. Всего лишь навсего. При том, что счет сейчас 12-9. Да. И всего лишь одна партия обошлась у нас без... А какое было начало? 8-0. Кстати, мы с вами оба забыли про это 2-0. Вообще уже сразу забыли. 8-0. Такого вообще не было. Ни в какой статистике. Так. Ну, тут уже марсами мы не переживаем. Но догнать зеленым три шашки, прибежать домой. Да, можно не доигрывать. Ну, они доиграют, конечно. Но здесь 13-12. И по пиару, ребята, не на своей высоте. Ну, тяжелый был матч. Да бог с ним с пиаром в данном случае. Ну, понятно. Мы же обо всем говорим. Насколько сильно по пиару сыграл Сергей в прошлый раз. Настолько слабо он в этот раз сыграл. Ну, правильно, правильно. 4-2. Что там? А, здесь он сыграл. Четверку где в дом. Не принципиально. Не догнать все равно. И марса нет все равно. Это не имеет смысла доиграть. Я думаю, Сергей сейчас признает. Признал. Все. Конец матча, да? Звенел? Да нет, еще не звенело ничего. Как не звенел? Вот так? Тогда Сергею быстрее надо это делать. И сейчас прозвенит звонок. Он просто не успеет начать. Не разговорить. Или он там видит будильник, что минута есть еще. Ему же хочется отыграть. Надо успеть бросить. Надо успеть бросить. Бросили. Все, партия будет сыграно. Еще одну партию. Я думал, последняя партия была. Я поэтому говорил, как итоговый счет. Может быть и ничья. Теоретически. Дабл пас. Счет 13-12. А может быть снова Куба 4. Посмотрим, к чему нас приведет. Это удивительный. Ой, хороший 3-3. Это в седьмое поле. Одной шашкой. Пятое поле берем, наверное. Ребята, удивились, что так быстро час прошел. Ну, теперь уже точно можно не волноваться над итоговым временем. Вот сейчас я могу однозначно сказать, что Петухов будет играть очень медленно. С этим мы уже сталкивались. С кем это они тогда с Арсаговым? Арсаговым было желание просто войти в студию и выгнать обоих. Хватит сказать. Ну, конечно, пятый пункт. Сейчас, наверное, дабл можно поставить. Там еще голая шашка гуляет. Это точно. И вот тот самый случай, когда может быть ничья, но навряд ли здесь Айрат признает. Он все партии брал кубы, они были интересными. И в это будет рассматривать как. А может и признает. Это дабл точно. Здесь шашка на борту. Шестое, пятое поле. Там с двух полей 24-го, 23-го достать можно дальнюю шашку. Скорее всего возьмем. Можно есть поливку. Чтобы интереснее игра была. Так, 2-1. Да, подарю тебе. Подарю тебе. Да, чтобы игра интереснее была. Пас. Молодец, Айрат. Нашел точное решение. Ну что, правильно. Вот и ничья. 13-13. Вот и ничья неожиданная. Причем 13-13. Петухов наученный уже опытом. Да, да, да. Ну, говорит, паузу выдержали. Ну что, интересно. Я могу сказать однозначно, дорогие друзья. Пока самое интересное. Пока не просто самое интересное. Я бы назвал этот матч самым интересным вообще за два года. Нет, нет, нет. Вы просто не помните некоторые матчи того года. Я хочу сказать, я хочу сказать, что вот такого начала не было ни в одной игре. Восемь-восемь. Из пяти партий в четырех мы увидели Куб по четыре, да. Да, таких вот по интриге, по сценарию таких матчей не было. Абсолютно ни одного. Поэтому я и говорю, что он вот именно в этом аспекте для меня самый интересный. Но он точно особенно этот матч. Да, может быть какие-то другие там матчи, которые там были наполнены, скажем, каким-то драматизмом и прочее, прочее. И там сверхумными ходами. Вот. А этот сам по себе. Да, вот чисто вот если брать арифметику. Мы все видели, очень зрелищно. Потрясающе просто. Кстати, последний пас Эрэд, который сделал Молодец. Пас был правильный. Это не подарок был. Там была угроза подбить еще шашку в четырнадцатом поле. Так что логическое завершение сегодняшнего, как говорится, генерального сражения. Сергея Петухова с Айратом Фатыховым. Тринадцать тринадцать, да. И главное, оба оправдали. Вот те слова, которые были им адресованы, что оба любят работать с Кубами. И для обоих это вот такая стихия. И то, что они нам сегодня продемонстрировали. Но, пожалуй, кроме того момента, когда Петухов ошибся с Кубами. Он слишком долго обдумывает ходы. Вот этот Куб по восемь был хороший со стороны Арата. И тейк был правильный. Сережа до сих пор не уверен. Объяснение, что я работаю в регламенте, в рамках. Да, понятно. Но он же понимает, что он в регламенте. Но он понимает, что он делает себе хуже, оставляя на концовку партии меньше времени. Это все он прекрасно понимает. Дело не в регламенте, дело просто в распределении времени на гейм. Ну, понятно. Поэтому я и говорю, что он над какими-то ходами думает слишком долго, а потом спохватывается. Это да. Это то, что мы называем, что Сергей Петухов думает долго. Не назовешь его туго-думом. Хороший матч. Удовольствие я лично получил. Я думаю, телезрители тоже. Совершенно неожиданно. Абсолютно неожиданно. И даже не за счет того, что много очков разыгрался. Это было следствие. А за счет того, что партии были интересны по своей динамике, по развитию. С переходом перевеса от одного игрока к другому. И как следствие, соответственно, переворот кубов. Два-четыре. В одной партии даже восемь. Да. Да. Ну, сейчас поспрашиваем их, надеюсь, да? Ну, конечно. Куда же они денутся? Куда они денутся? Да. Ну, чего? Как вы докатились до такой жизни? Да. Самое страшное было мне выкинуть из головы после счета 8-0. Тут, конечно, затмение какое-то было. Причем через секунду я понял, что я сделал. Но потом все-таки выкинул из головы. Я надеюсь, хоть там по 8 я правильно принял? Там некогда было тоже. Нет. Ну, я вам хочу сказать, что вы в любом случае вписали свои имена в историю Суперлиги Старт по одной простой причине. Ни один матч не начинался так, чтобы после двух партий еще был бой 8-8. И один. И 13-13 тоже нечасто бывал. Да, по-моему, не было у нас 13-13. Нет, разыгрывали за матчи больше. 25-2, что ли, Мико играл с этим самым, с Микаэл играл с Сережей Аскурава. Или 25-3. Дело вне количества. Там было, да. Именно из пяти геймов у вас 4 было с кубом по 4. Один из них был даже с кубом по 8. Да. Как вы умудрились после 8-8 всего лишь на всего одно очко разыграть? Я, честно говоря, даже не понял. Даже не понял. Я вот молодец, психологически устоял после первого гейма при 0-8. Просто молодец, устоял этот матч, контролировал и дальше. Я вот в прошлый матч как в воду глядел, когда сказал, что мало играю, что беспокоюсь за цитноты. Так и получилось. Из-за этого цитнот на такой клуб. Сереж, ну вот твой тезка Сергей Лютов сказал, что он целый месяц готовился к матчу против Пучкова. Может, надо тренироваться? А я сказал, что старики не тренируются. И Серега, по-моему, не исключение. А у меня, кстати, эхо сейчас в микрофоне. Ну, эхо. Эхо это уже от вашего матча. Это уже понеслась, так сказать, резонанс по стране. Айрат, ну, как ощущения-то вообще, честно говоря, после 0-8 в первой партии? Добрый вечер. Хотел еще раз поблагодарить всех организаторов. Вас лично, ТВ Старт канал, за такую игру. За то, что представляете именно, что нарды – спортивный вид. А то многие думают иначе. Надеюсь, дальше еще лучше все будет. Это, во-первых. Во-вторых, Сергей и все здесь, когда мы готовились к матче получать. Что-то грустное они там были в VIP-комнате. Я тут решил разнообразить, чтобы весело было. Но когда уже 8-0 пошло, думаю, обычно я по 8 выигрывал. Или многие знают, Юрий Грантович тоже, когда мне кубы по 8 дают. Ты это любишь, да. Вот сейчас в Ульяновске тоже финал у нас был. Мне куб по 8 дали, я его принял. Парный турнир у нас был. И в итоге я его победил. То есть 8 туда, 8 сюда. Когда 8-0, смотрю на Сергея, чуть-чуть улыбка у него пошла. Все дела. Адреналина побольше. Я думаю, ладно, хорошо. Адреналина побольше. Да, да, да. Но когда 8-8, уже Сергея не видно было. Ну ладно, друзья, статистика у вас за спиной. Давайте разворачиваемся. Ну да, ну конечно, да, за счет этого куба все испортилось сильно. Ну почему испортилось? Мы все получили наслаждение. Абсолютно потрясающе. Каждое о своем. Да, понятно. Ну и по удаче у вас практически даже и так оно и чувствовалось. Равное, ровное, да, плюс 0,6, минус 0,6. Сколько попасть я не мог там. Да, в четвертое поле не мог долго зарезать. Да там и Сергею не везло. Он там 6 или 7 бросков. Да, не накрыл во втором поле. Да, 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 никак не мог попасть. Я не мог выиграть плюс 8, проиграл минус. Не везло, но 8-0 повел. Ну да, не без этого. Ну да, качели были все время. Интересная игра была, хорошая такая. Что-то быстро только матч закончился. Я говорю, а как так быстро время закончилось? Это за столом незаметно. Ни одного скучного гейма просто не было. Ладно, спасибо вам, друзья, за этот феноменальный матч, за эту вообще невероятную просто игру. Искры сыпались из глаз, как, я не знаю, как из копыт хорошего иноходца. Вам спасибо большое. И всем привет. И болельщикам, и кто болеет. С наступающим вас старым Новым годом. Да, вас тоже. Вот, ну и распоряжайтесь кубами, Сергей. Да, поаккуратнее. Поаккуратнее, да. Поаптимальнее, поаптимальнее. Ну что, давайте подводим итоги сегодняшнего дня. Посмотрим на расписание тура, посмотрим на турнирную таблицу. И будем потихонечку, потихонечку завершать нашу сегодняшнюю трансляцию. Таблица, думаю, не сильно изменилась. Просто у нас не поменялся баланс ни у Сергея Петухова, ни у Айрата. А у Кости на одно очко стало пониже. Мне принципиально остался третьим. Сергей Рютов остался шестым. Ну меня, как вы понимаете, дорогие друзья, больше всего волнует девятая строчка. Да, ну я же сказал, на самом деле, я ничего не гарантирую. Я просто в этом сезоне буду держать весь перетон в поле зрения. Я буду ближе к концу занимать ту позицию, которую я посчитаю. Итак, завершен сегодня первый день третьего тура. Сергей Лютов в непростой борьбе одолел Константина Пучкова 7-6. И вот матч-фейерверк. Сергей Петухов, Айрат Фатыхов 13-13. Что нас ждет 18 января? Руслан Мелешко, который приедет уже в качестве человека, вступившего в шестое десятилетие, будет играть с Сергеем Ерохиным. Потому что, напомню, завтра у Руслана Мелешко день рождения, ему 50. И Юрий Акопов будет играть против самого говорливого игрока нашего чемпионата, Василия Чимаханенко. Ну и 25 января... Я думаю, очень такой серьезный день. Обе игры обещают быть много сильных, как говорится, игроков вот в этой четверке. И я думаю, очень зрелищный будет матч. Да у нас вообще просто супер турнир. Что, друзья, на этом все. С наступающим вас Старым Новым Годом. Не без этого. Для вас работали Юрий Акопов и Григорий Твалтвадзе. До будущих побед, друзья. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!